так ну что ж друзья всем привет кто уже подошел сейчас будет немножко эхо потому что я буду проверять звук и он хороший все не знаю больше никаких пожалуйста мне претензий про звук чувствую и что идеальная прям слушаю все классно ребят привет всем добро пожаловать у нас сегодня очередная кенды и сессия будем начать на вопросы но первую очередь там в дискорде спросили плюс я так понял под же с 30 были тоже вопросы и поэтому звук не то блин ну ладно да в общем поэтому будем немножко по синхронности пообщаемся с вами до разберем что это вообще такое зачем мы придумали и как это работает про промиссы поговорим это надо для начала у нас будет код для затравки вот я очень надеюсь что вы сможете понять я постараюсь объяснить как можно более простым способом да как работает асинхронность зачем она нужна что это такое и так далее вот давайте ребят поехали так у меня есть вот эти вот замечательные штуки но нам какие было бы сигнать синхронность замдель довольно легко потому что сожалению я не умею я всегда пользуюсь самым лучшим мире графическим редактором то чтобы объяснять какие-то вещи сейчас я найду добавить захват окна на 6 да именно это окно мне нужно хорошо поехали да вот мой замечательный графический редактор и ну шел я так так то уже давно не официальные уже давно это все до свидания привет привет я в и память ребята все получится получился ими поздравляю это круто да ты очень хотел нашел своего ментору и добился это круто это круто поздравляю нам прям это получается но и тут увидел а вот только на этом наборе ты заскакивал вот ребят давайте немножечко поговорим поражала скрипт ним как вообще устроены языки да то есть смотрите есть понятие однопоточные и многопоточный язык да то есть грубо говоря представьте вот многопоточный язык это когда есть несколько очередей то есть грубо говоря не из таких вот пример 1 очередь 2 очереди многопоточные языки, это Swift, Java, по-моему, и три поток. И вот, например, представьте, три таких вот столбика, в них есть какие-то задачи, не знаю, что-то посчитать, то есть какие-то вычисления идут, где-то UI показывается, где-то еще что-то. И вот в многопоточных языках могут параллельно выполняться три процесса, прям полноценно параллельно. То есть, не знаю, это вот в этом смысле, как ваш компьютер работает, вы можете параллельно запустить Google Chrome и можете точно так же параллельно запустить, не знаю, VS Code, Telegram, и все это будет работать в параллель, то есть в нескольких потоках. И оно будет постоянно работать, то есть у вас не будет такого, что вы свернули Google Chrome, и он перестал работать, то есть там, я не знаю, вы видео смотрели, оно перестало просто воспроизводиться. Это вот благодаря многопоточности, это, ну, грубо говоря, то есть оно параллельно выполняется, все это вот несколько потоков. Вот, не знаю, зачем я это нарисовал, в итоге объяснил гораздо проще. Вот, это то, что касается многопоточностей, да. И в других языках, например, возьмем, ну, чтобы вам ближе к UI, например, Swift, да. Как он работает? У него несколько потоков, у него есть главный поток, вот главный, прям самый-самый главный, на нем всегда лежит UI. То есть это вот то, что вот вы когда в телефоне приложение лазаете, все вот эти смены экранов и так далее, они все-все-все происходят на главном потоке. То есть все друг за дружкой, потихоньку, то есть вы нажали кнопку, UI меняется, нажали еще кнопку, UI меняется. Это все на главном потоке происходит. То есть каждое ваше действие, каждая операция происходит на главном потоке. Но у Swift, например, у него есть дополнительные потоки. То есть вы, например, нажимаете кнопочку, да, там, я не знаю, какой-то, скачать песню, да, загрузить. У вас на главном потоке будет выполняться только смена, не знаю, иконки загрузки на спиннер, да, то есть начинает крутить спиннер. А на втором потоке, на каком-то дополнительном, будет происходить запрос. Он там будет ждать, пока все придет, пока придут там ваши песенка, будет она загрузиться. И когда только она загрузится, он типа скажет главному поток, что, чувак, можно поменять опять иконку. И все, да, то есть, грубо говоря, благодаря многопоточности на языке, да, можно там в несколько параллельных процессов запускать и что-то там 2-3 запрос, так вот, управлять, управлять, управлять и все такое. Вот. JS, он однопоточный. Вот. У него нету такого. У него все идет друг за другом. То есть прям операция за операцией, за операцией, за операцией, за операцией. Постоянно, да. Постоянно вот так вот все друг за дружкой идет. И, но у нас есть такие вещи, да, например, вот простейший момент. Простейший момент, простейший момент. Что придумать? Да, дело в том, что он когда что-то делает, вот, например, какой-то запрос отправить, да, у вас в, например, я даже сделал, у меня есть замечательная ссылочка, по которой можно получить какие-то вещи, да. Есть такая штука, как fetch. Я думаю, вы уже, может, немножко познакомились. Это, грубо говоря, метод, который позволяет сходить по какому-то урлу и что-то оттуда достать, да. То есть вот fetch, что-то там, то есть какой-то результат. Можно куда-то сходить и что-то сделать. То есть сходить, да, я сейчас paint уберу, подождите. Да, вот, получается, у нас есть fetch, операция, которая позволяет делать какие-то запросы. То есть, сделав какой-то запрос, вы можете, чтобы получить какую-то информацию, скажем, ну, в моем случае там просто объект будет приходить, да. И сейчас я попробую запустить. То есть, если я нажимаю, ой, не то, command R, 0, когда я нажимаю, click me, если мы посмотрим нашу вкладку нетворка, она, правда, очень-очень маленькая у меня, но сейчас мы чуть-чуть раздвинем сюда, иди. О, если я нажимаю click me, как вы видите, вот идет запрос, да, то есть вот запрос, у него там есть какой-то ответ я получил в качестве ответа, там какой-то объект, да, то есть с постами. Но дело в том, что, как вы можете заметить, запрос занял там 3, 350 миллисекунд приблизительно, да, то есть 350 миллисекунд приблизительно шел запрос. В нашем случае, вот, то есть нам нужно каким-то образом, то есть 350 миллисекунд, запрос может идти, ну, мы не знаем, сколько времени он будет идти, да, вот совершенно вообще не знаем, сколько будет идти запрос. И нам, например, нужно взять то, что придет в результате запроса, достать вот эти данные и что-то с ними сделать И дело в том, что мы не знаем, он может идти 350 миллисекунд, при плохом интернете он может секунду идти, 2 То есть вы не знаете, сколько времени будет идти ваш запрос Но у нас все идет параллельно То есть, следовательно, если я напишу там fetch, например, допустим, const result равно fetch Что-то там, вот так вот сделаю, даже да, вот так вот сделаю И что это будет? Console.log Кстати, даже интересно, что будет, учитывая, что это Console.log Promise.pending, как вы видите, да, то есть он, грубо говоря Он мне результат дает, что это Promise, вот он самый, да, то есть наш fetch Что это вот как бы, ну, типа я работаю Ну вот, то есть смысл в том, что мы не получили никакого, то есть мы в качестве результата ничего не можем получить Потому что вот Promise считается pending Если я тут, конечно, так не подловишь То есть что происходит? Смотрите, в чем происходит именно синхронность? Смотрите, я делаю результат, fetch, и тут же сразу Console.log То есть у меня будет операция за операцией И вот здесь вы сейчас заметите, в чем суть Promise pending Что значит pending? Это значит в процессе То есть promise еще в процессе То есть в момент клика, когда я нажимаю, да, вот произошла эта операция Фetch запустился, результат promise еще в процессе Да, то есть он реально в процессе Но когда ты его раскрываешь, уже написано, что fulfilled Он уже готов И даже можно зайти в response, да, и там посмотреть Там вон есть body и его достать То есть, грубо говоря, как получается Наш браузер, ну, именно Console.log, да, они уже успели То есть он пишет, что он pending, но он на самом деле уже успел Сходить и уже получить результаты Пишет, что fulfilled, уже все хорошо Это как раз происходит из вот этого рассинхрона Потому что у нас идет операция за операцией То есть, по сути, у нас Resolve Console.log произошел ровно сразу же после того Сразу же, вот в ровно в следующий же момент Как мы запустили fetch Но 3,5, вот эти 350 миллисекунд мы не ждали Мы не ждали никакого результата Вот, и, следовательно, мы не смогли ничего Получить никакого результата отсюда Посмотрите, что есть promise своими словами Сейчас объясню Promise это микротаски Микрозадача это дополнительная Это специальная структура Специальная структура, которая появилась чуть позже Немножко расскажу чуть позже про нее Да, сейчас мы объясним Давайте просто создадим Такой Вариант Даже не знаю Блин, я просто с xml-реквестами, конечно, тяжело Даже не знаю, с какой стороны вам правильно подступиться Вот Но в чем суть? Да, то есть это вот promise и окей Он там То есть у нас нету какого-то синхронного кода То есть и для того, чтобы это решить Для того, чтобы это решить Можно использовать дополнительные штуки Кстати, сейчас попробуем Мы можем Сейчас попробуем SetTimeout Сейчас мы попробуем Грубо говоря, посмотреть наш result Через одну секунду Сейчас хочу даже глянуть, что это будет Вообще интересно Я даже вот просто очень тяжело объяснять так Я потому что понимаю Если я ставлю setTimeout Вы видите, что promise уже пишет, что fulfilled То есть у меня не произошло рассинхрона То есть, грубо говоря, на момент setTimeout Результат уже какой-то есть То есть благодаря вот тому отложенному действию Благодаря тому, что я сделал setTimeout И попросил отложить это действие на секунду Я результат получил уже фулфильнутый Ну, мы предполагаем, что это promise Ну, сейчас пока Я чуть позже к ним вернусь обязательно Да, то есть Обещание вернуть данные Да Я чуть позже к ним вернусь Но я пока пытаюсь объяснить Саму асинхронность Да, то есть вот В нашем случае Из-за того, что все шло синхронно У нас здесь был написан пендинг Это значит, что вот мы синхронно идем Мы результат не можем получить сразу же То есть в этом суть Мы не можем взять результат запроса В мгновенные И сразу же, как только мы его отправили Вопрос почти в примере запроса Копи переработится сенс, плэш, опи Как формируется параметр коленит 1 Без понятия Да, вот И теперь смотрите, да Что мы можем сделать Мы можем Ну, то есть у нас есть вот такие вот механизмы Как setTimeout И как раз таки до появления promise Это был наш единственный способ Как-то вот получать эти результаты Сейчас мы вернемся обратно Я поясню, что это такое Как это работает Возвращаемся в Paint Поехали Смотрите Как работает JS JS однопоточный Да, как я уже сказал Он может выполнять такую операцию За операцией И это вот event loop Вы его очень-очень много будете изучать Чуть позже Но вообще, как устроен JS На самом деле он однопоточный Но у него есть три очереди Выполнения Да, то есть основная Микротаски И макротаски То есть если посмотреть Да, то есть это вот основная очередь Я сейчас просто разобью Да, основная Ой-ой-ой Основная очередь Основная очередь Основная очередь Потом у нас есть микротаски Это вот как раз таки наши промиссы, то есть микрозадачи И у нас есть макро-таски Тайм-ауты То есть поток один, но у нас есть возможность создать три очереди То есть в основной очереди, да, вот здесь, вот, вот здесь Как раз таки будет выполняться все основное То есть какой-то там, я не знаю, что-то посчитать, создать константу, да И вот наш как раз таки основная очередь Это будет вот тот самый fetch, да, то есть, грубо говоря, где-где-где-где-где Где там наш кодяра Сейчас я режим студии отключу О, вот, то есть получается, вот он наш Как его называют, вот наш const result Это в основную очередь легло fetch, да То есть и все, что мы ниже, например, если мы нажмем консоль log Это тоже будет Result Это тоже будет, грубо говоря, в основной поток класса Блин, очень тяжело объяснять Прям очень красиво, да То есть, грубо говоря, все основные Все-все-все call stack Это вот он и есть Ну, не очередь, call stack stack Подожди, это stack Stack, да, все верно, это stack Stack, stack stack, да Или в очередь Вы меня сейчас сбили Но вообще, по-моему, stack Очередь, очередь, очередь Очередь, очередь Так, я сбился Я уже Цикл событий Визуальное представление Stack, да, все-таки stack Окей Или нет Stack сам по себе Очередь с event loop Ну, да, да, да Все, что угодно Просто call Коммерческий опыт разработки Call stack Одна приоритетная очередь Вот У нас есть stack вызовов И одна приоритетная очередь Короче, да Все, в общем Вот у нас есть основная И у нас есть, грубо говоря Вот, а, и вот два stack По сути, да, у нас stack вызовов У нас есть приоритетная очередь Грубо говоря, у нас есть Вот эта очередь И она делается И смотрите, как работает JS Как он работает Как только здесь Мы дошли до конца То есть, все, у нас закончилось Больше делать нечего Да, вот как только здесь все Просто исчезло Он проверяет, есть ли что-то Вот в этой stack В стеке микротасков То есть, вот здесь вот Он смотрит, есть ли тут хоть что-то Если здесь есть какой-то микротаск Он выполняет его И опачки Он выполняет его Если он его выполнил Опять все освободилось Он пошел Выполнил следующий микротаск И следующий И следующий То есть, он просто берет И выполняет уже их И потом Когда уже здесь Все пусто Вообще все пусто Он начинает Макротаски выполнять Берет их И выполняет И выполняет И выполняет То есть, грубо говоря Он вот таким вот образом О, да, экран Блин, сорян Тяжело я забыл что у меня таин да вот красивый рисуем смотри да то есть он как только дошел до конца у нас там появилось micro task kit эти promise а то есть чё то надо было с ними сделать то есть он такой а меня есть какие-то микро задачи и он начинает выполнять их выполняет микро задачу то есть грубо говоря он берет micro task и засовывают его в основную и опять выполняет как только все освободился он идет к следующему потом идет к следующему к следующему к следующему следующему И когда уже здесь дошел до конца, он идет, смотрит, что есть в макро-тасках. Это вот те самые set-тайм-ауты. И начинает выполнять их. То есть уже точно такому же принципу. Ну и как вы уже догадались, как вы уже поняли, да, то есть у нас есть основной поток, он может создавать, в основном потоке могут создаваться вот эти самые микро-таски и макро-таски. Микро-таски могут создавать другие микро-таски. Микро-таски могут создавать макро-таски. Макро-таск может создавать микро-таск. То есть, но смысл в том, что, грубо говоря, вот у нас есть вот эти вот стэки, да, они набиваются какими-то задачами, и как только здесь что-то освободилось, он смотрит сюда. Если что-то есть, выполняет. Если в итоге еще что-то есть, еще выполняет. И вот так вот, если вдруг там что-то, и забивает все остальные. И вот так вот он сидит, пока вообще все не выполнит. Если set 0, timeout тоже в макротасках. Да, вот поэтому set timeout 0 может выполниться не через 0, а может выполниться через 10 лет. Если у тебя микротаски занимают 10 лет, а ты здесь поставил set timeout 0, это не значит, что он выполнится через 0 секунд. Он выполнится, да, через 0 секунд как минимум. То есть, ну, например, ты ставишь 0, то есть через 0 секунд выполни. А так как получится. То есть он пока выполнит все основной поток, все микротаски, и пока он дойдет вот потом макротаски, да, они уже, грубо говоря, как-то сортируются. В зависимости от того, сколько там 0 стояло, там 10 миллисекунд, 20 миллисекунд и так далее. Но смысл в том, что оно выполнится, никогда не выполнится через 0. Сначала пройдут все-все-все очиститься, все сделаться, а только потом макротаски. Именно поэтому через 0 секунд может выполниться через очень-очень-очень нескоро. Да, то есть он может и через 2 секунды выполниться, хотя ты поставил 0. Просто потому, что выполнялись другие задачи. Таймаут 0 использую, чтобы колл стек не переполнялся. Ну, типа того, да, чтобы не забивать еще лишними таймаутами и так далее, чтобы они там не висели, не валялись. Вот, ну, смысл в этом. Вот как-то так вот вкратце, вот так вот работает. Да, у нас из-за того, что у нас есть только один поток. То есть в многопоточном языке как бы это было? У вас бы в основной так, там, в основной что-то выполнялся. У вас бы параллельно еще там микротаски параллельно выполнялись бы. То есть одновременно, то есть у вас бы создался микротаск, макротаск. Они просто втроем параллельно запустились. Да, и три параллельно выполнялись. И если бы в микротаске там нужно было что-то, там, куда-то повлиять, он бы выполнил свою задачу. Макротаски могли бы выполняться параллельно. Но у нас этого нет, у нас нет параллельности. Поэтому у нас идет все по очереди. Но благодаря этому мы вот так и работаем. Кроме запроса на серп, применяются промисы, как часто с ними надо работать. Как минимум, рендер, например, тоже в... Сам рендер, вот когда вы будете работать с JS, это тоже асинхронная штука. И ее придется ждать. Я думал до сегодня, что будет первым выполняться setTimeout 0. Нет, никогда setTimeout 0. Вот setTimeout это самое-самое последнее. Окей, немножко про это поговорили. Окей, так вот, что такое промисы? Промисы это вот эти самые микротаски. Смотрите, что такое, как мы сейчас... Сейчас мы это все откатим. Оставим наши пустые штучки. И смотрите, как работают промисы. И они устроены, в принципе, так везде и всюду. Вот наш результат. Наш setTimeout. Вот он выполнится там позже. Смотрите, что есть. То есть, грубо говоря, структура промисов позволяет нам делать fetch. Мы запускаем fetch. И вот здесь у нас есть точка zen. Есть ключевое слово zen. И, как вы видите, он позволяет нам достать результат работы этого самого промиса. И выполнить уже... Что тут получается? Fetch. Zen. Result. Console.Log.Result. О! То есть, вот такая конструкция. Сейчас я запущу ее. Вы ничего не увидели. Я понял. Я уже вижу чат сбоку. Да, вот. Что-то ты какой-то у меня... Чатненький. Какой-то... Подождите. Что-то его как-то сжало. А, ну потому что это я его сжал. Во. Угу. Окей, да. То есть, вот такая вот штука. Мы enter нажмем. И сделаем вот так. Во. Чтобы было видно. Да, то есть точка zen. Да, прошу прощения. Сейчас буду немножко тупить. Пока забуду, что у меня paint еще. Вот. То есть, грубо говоря, у нас есть fetch. И zen вот это вот result. Console.Log.Result. Вот. Это получается наш способ получить результат. ровно в момент, когда мы получим этот самый результат. То есть, если я сейчас нажму клик, у меня здесь прям приехал респонс уже. А, ну только надо сделать result.json. Это штука для... Точка.json это способ разворачивать респонсы. Подождите. Так, подождите, подождите. Сейчас я вспомню. Promise. result.json это тоже Promise. Точка.json. Точка. Zen. Это response. Вы еще с этим наиграетесь? Сейчас я напишу, а потом мы пообщаемся. Да. И вот теперь result. Точно. Log.result. Чупунька. Обновить. И... Ура! Мы получили массив объектов. Наконец-то. Что здесь... А что значит использовать date? Запустить цикл и ждать? Все повесишь на это время. Да. Для чего это все нужно? Смотрите, в чем смысл. Да. То есть, в чем смысл Promise. Вот вернемся к нашим очередям. Я надеюсь, что потом не забуду их выключить. То есть, грубо говоря, вот здесь, да, вот здесь у нас запускается фич. То есть, фич запустился. Да. Грубо говоря, он просто запустился. То есть, вот здесь произошел фич. Фич, в свою очередь, он как только... Ну, блин. То есть, грубо говоря, я пока объясню просто, чтобы вам было понятно. Потом можете чуть глубже задавить, потому что я могу ошибаться, как правильно он работает. Но смысл в том, что фич это вот операция. Она запустилась. Да, то есть, сам фич. Но так как фич это, в принципе, грубо говоря, как-то сказать, такое отложенное действие, да, то есть, он там сходил куда-то на сервер, и у него он, грубо говоря, создает как раз-таки вот этот вот замечательный микротаск, который будет вот этот вот. То есть, все вот это, то есть, вот это вот наше, то, что внутри зена, оно кладется вот сюда. То есть, вот то, что вот фич, да, вот считайте, что вот так вот здесь вот это между ними точка zen, да, а вот сюда как раз-таки легло все остальное. Типа получить там response и равно стрелочка там console.log.response. Да, то есть, грубо говоря, он примерно вот так вот сработал. Вот. И как только получается фич, то есть, фич отработал, у нас освободился поток. То есть, у нас освободился поток именно в плане того, что запрос был сделан. Наш этот главный поток освободился. Он такой, окей, вот, иду к микротаске. А я создал микротаску, которая берет мой response и console.log. И он типа гоп, и переносит его сюда и выполняет. Вот. Что такое response? Это ответ. Ответ от сервера. То есть, обычно ответ от, то есть, грубо говоря, да, в нашей структуре получилось так, как. Мы запустили фич. Фич создал микротаск, вот то, что внутри зена, это вот это микротаск. То есть, получить, взять вот этот результат респонса и что-то с ним сделать. И в свою очередь, если посмотрите, респонс взял, запустил точку JSON, создал еще один микротаск на result. И result потом выполнился. То есть, грубо говоря, вот по ступенькам и точно так же фич, фич взял, вот создал, положил микротаск. Как только выполнился фич, он такой, окей, микротаск делаю, сделал микротаск. Там микротаск создал еще один микротаск, окей, делаю его. И вот они поэтому делают друг за другом. Вот. По поводу вот этой вот структуры. Ну, это структура фича. Это запомните, просто запомните, потому что фич всегда будет, вот фич это браузерный способ ходить на какой-то URL, да, и получать данные. Он всегда вернет вам объект респонса для того, чтобы получить из него что-то более, для того, чтобы получить именно body, то есть внутренности этого респонса, вам нужно будет сделать response.json. И это тоже promise, его тоже нужно точка зеном развернуть. Это просто структура, можете прямо сейчас сделать себе printscreen, потому что это будет то, чем вы будете часто пользоваться, если будете пользоваться фичем. То есть вот через него будете получать свои вот эти респонсы. А зен-то как бы функция отложена? Типа да, то есть зен это значит вот, это тот самый микротаск. То есть вот все, что лежит внутри зена, все, что лежит внутри зена, это микротаск, который нужно сделать как раз-таки вот когда освободится, когда поток освободится основной. В основном потоке там как раз-таки крутится вот, грубо говоря, вот фич, да, делается и все, вот он запустился там. И вот когда вот это делается, он его запустит. Вот как-то так. Думала серверными штуковинами, занимается бэк. Слушайте, ну смотрите, серверные штуковины делают бэк, но вам на клиенте нужно делать запросы на этот сервер, чтобы получать какие-то данные. То есть какие-то там, все, что отображается на страницах, почти всегда хранится на сервере. Ну, точнее, в базах данных, да, а сервер, в свою очередь, лезет в базу данных, собирает там из кучи-кучи-кучи данных нужный вам объект и на, говорит, а вы должны будете ходить. И именно поэтому вам нужна будет эта вот асинхронность, да, для того, чтобы ходить на сервер и что-то забирать, какие-то данные. Вот в моем случае, если вы посмотрите в консульологии, это вот ID там какой-то и title, да, то есть какие-то три поста. Точка Zen это метод, это не функция, это метод, а вот то, что внутри, это callback. Как устроены промисы? Давайте немножко про них поговорим. Вот фич, фич, вот этот вот фич, сам запрос, он под капотом содержит сам промис. Но промис это вообще объект, который существует, в принципе, в JavaScript, и его можно создать. Как он устроен? Мы сейчас его создадим. Конст мы создадим, знаете что, мы создадим такой вот имитацию запроса, да, то есть конст реквест. Создаются промисы благодаря вот такому конструктору NewPromise. Бум. И, грубо говоря, NewPromise, ему нужно передать функцию, то есть как он работает, да, и что есть у NewPromise. Когда вы создадите NewPromise, у него есть два параметра. Это resolve и reject. То есть вот эти вот два параметра, это вот, они входят в сам конструктор, да, то есть resolve, это значит, что все прошло хорошо, reject, значит, все прошло плохо. Вот, то есть так работает промис. И что это значит? Например, да, то есть что мы можем сделать? Например, у нас есть какой-то объект, const data. Я делаю сейчас типа запрос. Вот, например, представим, что вот здесь вот внутри лежит мой серый, да, const data, это какой-то там массив, да, и у него внутри там лежит какой-то объект, там, id.1 и title, по постам посмотрим, post1, да, то есть вот, допустим, у меня есть какие-то данные. И представим, что нам, например, нужно вернуть эти данные. То есть, да, мы делаем resolve, в скобочках, data. То есть, грубо говоря, то, что мы положим внутрь resolve, это то, что мы вытащим из zen. Смотрите, просто вот показываю здесь. Мы делаем по клику request, точка, а, request запустить, request, да, запустить, выполнить. И говорим точка zen, а, кстати, что-то не работает. Request, да, точка zen. И мы говорим, вот, пожалуйста, вот тут вот, result. И покажи мне result. Zoolog. Я сейчас перезапустимся, кликаем. Вы увидите, вот, а, обновить. Вот он мой результат, вот он мой объект, да, то есть то, что я положил в resolve, оно и легло в данные. Вот, дальше. Resolve в reject и callback функции. Да, это параметры, они идут как callback. То есть, это callback функции, по сути, в resolve и в reject кладется то, что вам нужно. Что такое reject? То есть, грубо говоря, reject это, чтобы отлавливать ошибки. Да, то есть, если что-то пошло не так, давайте сделаем чуть более интересный. Мы сделаем request, это будет функция, которая принимает какой-то параметр, флаг, да, она принимает флаг и возвращает promise. Окей. Флаг равно стрелочка, флаг равно стрелочка, делаем вот так. Функция, которая принимает флаг и которая возвращает promise. Что это будет, да, и, например, мы говорим, что у нас есть данные. Мы говорим, если флаг, ну, сейчас, чтобы сильно вас не напрягать, равно true, то давай мне, пожалуйста, данные, да. А иначе сделай reject с каким-нибудь, с просто сообщением error. И теперь, если что нам нужно поменять, нам нужно вызвать эту функцию request, да, то есть с каким-то флагом, скажем, с true. Сейчас у нас, по идее, ничего не изменится. Мы запустим, да, мы получили. Но если я нажму false, передам флаг, обновлюсь и нажму клик, то вы увидите вот такую ошибочку. То есть что значит? У меня запустился reject, у меня запустился reject, то есть типа все, ошибка, чувак, флаг неправильный, да, то есть reject, я отказываю тебе. И смысл в том, что я не отлавливаю эту ошибку никак, вообще никак не отлавливаю и я получаю fatal, да, вот uncode, unpromise, error. То есть в промисе произошла ошибка, где-то что-то произошло не так. И поэтому у промиса есть, кроме zen, у него есть еще замечательная, тоже вот так вот можно цепочечкой ее делать. У него есть точка catch и вот здесь error. То есть, как вы уже догадались, то, что в resolve, идет в zen. То, что я помещу в reject, пойдет в catch. В случае, если reject произошел, это пойдет в catch. И вот теперь с моим флагом все хорошо, я получаю свою надпись error. Вот так работают промисы. И в принципе для этого все они вот и созданы. И вообще мы можем даже симулировать, да, полноценно. Например, даже мы можем здесь обернуть это все в setTimeout. Мы можем, да, то есть, смотрите, я могу сделать там setTimeout, скажем, вот так, скажем, 2 секунды, ну, плюс-минус. Я запускаю setTimeout и по setTimeout, пожалуйста, resolve или reject, да. То есть вот теперь у нас вообще почти как запрос. Я нажимаю, 2 секунды ждем, выскакивает error. Все, то есть я полноценно получаю свой error или свой результат. У меня тут и setTimeout, но у меня все происходит именно вот ровно после того, как есть. Можно отлавливать внутри промисы и после его выполнения. Смотри, вот этот вот кетч, это тоже как микротаск, да, по сути. Тоже такой же микротаск, просто что он может иногда не выполниться. Ну, отлов ошибок, это чуть другое, да. Отлавливать их можно, они, ну, по сути, будут отлавливаться внутри промисы. То есть вот здесь reject, если произошел, это ошибка. Все, он его вернет в кетч. Вот. То есть вот так устроены промисы. Это хороший способ ходить куда-то за какими-то данными. Вот. Все ли понятно? Это будет очень тяжело. Вы со временем, конечно, еще поиграете, но вообще чуть проще будет. Пока начните, да, вот с фетча, вот когда вы будете на запрос делать через фетч. И станет немножко проще. Потом уже, это потом уже вы будете промисы там как-то сами создавать. И что-то через них, ну, потому что промисы их можно создавать. И это вполне вот. То есть set timeout, да, вот опять-таки, да, set timeout, его можно обернуть в промис. И очень-очень хорошо его. Про finally. А, ну, есть еще, да, точка finally. Есть еще третий вариант. Он, в принципе, это сюда. Сюда не приходит ничего. Хотя, по-моему, result приходится посадку. Что здесь? Res. Я посмотрю. Но, по-моему, в finally не приходит ничего. Я себя правильно помню. Сейчас мы запустимся тебе. Click me. Две секунды ждем. Error result is not defined. Ой. Ну, да, логично. Фаталики. Что приходит в finally? Мне даже интересно. Undefined, да. Ну, то есть, грубо говоря, finally это я finished. То есть, грубо говоря, что такое finally? Это финальная часть кода, которая выполняется независимо от того, произошла ошибка или все прошло хорошо. То есть, грубо говоря, это такой finally кладется тот код, который независимо от результата нужно выполнить. То есть, он все время выполняется. То есть, промис сразу после запроса возвращается, даже когда данные не готовы, и потом обновляется по готовности данных. Делали промис, который вам ответил, что он получил дату. Потом кнопкой обрабатываете этот промис, доставая из него дату. Который вам ответил, что он получил дату. А потом кнопкой обрабатываете этот промис, доставая из него дату. Нет, на самом деле, смотри, я нажатием кнопки, я его запускаю. То есть я, грубо говоря, создаю этот промис. Вот request true вот здесь. Вот в этот момент промис создался и начал выполняться. То есть вот в главный поток отправилась вот эта вот задача. Вот это вот. Вот это вот все, грубо говоря, отправилось выполняться. И как только, то есть он там тоже создал свои какие-то вещи, вот в момент, как устроены, просто у фечи у него внутри вот этот resolve стоит. То есть это resolve и reject, это callback, которые говорят о том, что я закончил выполнение. И вот они как раз-таки говорят, что я закончил выполнение и вот данные. Вот, пожалуйста, распишите, получите. Просто фечь он внутри, у него уже это все там зашито и поэтому он там сам возвращает. Промис сразу после запроса возвращается. Он, по сути, да, то есть промис сразу после запроса возвращается. Но промис это объект. По сути, это объект. У него есть определенное состояние, да, у него есть состояние. Я выполнен, я закончил свою работу или я не закончил свою работу. То есть у него есть там состояние, у него постоянно меняется. У него есть вот эти вот два resolve и reject, который явно в который, внутри которого, да, кладется, грубо говоря, вот как раз-таки какой-то ответ или что-то, вот какие-то данные кладутся вот в resolve, например, да. И вот как только он закончил свою работу, промис, он вот может его вытащить через N, можно вытащить что-то. По сути, без запрошенных данных, да, он образуется, он уже, то есть без запрошенных данных, он уже создан. Он сразу же создается, он сразу вот создается, но у него внутри ничего нету. Он пендинг, у него состояние пендинг, да, то есть понимаешь, как только ты его создал, он пендинг. Он висит, и у него ничего нету. И он будет пендинг ровно до тех пор, пока вот его вот это вот, то, что у него внутри, его начинка, да, этого промиса, не выполнит или resolve, или reject. То есть если я не сделаю resolve или reject, то мой промис просто зависнет. Он просто зависнет, и он будет просто в пендинг всю свою жизнь. Resolve reject, это не состояние, это колбеки, которые меняют его состояние, и говорят о том, что он готов, и следовательно можно переходить, то есть вот в Zen, или там в кетч и так далее, то есть выполнять вот этот вот микротаск. То есть, грубо говоря, как-то вот так это работает. То есть он создается, он висит как вот, я диасу, я делаюсь. И пока вот не вызовется что-то из этого, он будет в пендинге, и вот сюда он ни в одну из этих трех не зайдет. Он будет висеть, 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 как только вот что-то там внутри у него вызвало этот resolve, и он зарезовывался, да, то есть говорят, что промис зарезовывался, вот он идет в Zen, или в кетч, если произошел reject. Состояние у него есть там пендинг, фуфильтры или reject? Именно где это реализуется в реале? Ну, давай. Дум, сейчас, подожди, сейчас найдем. Блин, просто у нас есть фейч, и фейч уже имеет... Сейчас мы попробуем, сейчас я пробую писать. Сейчас я найду нодовский дофи без фейч через xml, и вот это по реквест сейчас сделаем. Сейчас расскажу. Давай, сейчас я только найду, как их писать. Чтоб я помню. xml-http-request. Представим, что мы на ноде, и у нас... И у нас нету... Блин, мне проще сейчас найти мою кодяру, и... Сейчас, секундочку, я просто поковыряю. Файл new window. Вам этого окна не видно, да? Сейчас, подождите, я найду пример, потому что xml-http-request и писать, это та еще шляпа. Я тут 2 часа, сейчас буду сидеть, этим делом заниматься. Это, я думаю, вам неинтересно. Так. Http... Https-get. Блин, да даже здесь есть https. Https-get. О! О, так мы сейчас и сделаем. Все, нормально, мы просто без браузера сделаем, сделаем на ноде. Смотрите. Смотрите. Как это работало? Ну, в принципе, примерно так же работает. Сейчас я запущу просто какой-нибудь index.js. Вот наш index.js. Сейчас я создам просто файлик. Https.https.js, да? Отлично. Только, пожалуйста, его в корень не закинь. Можно тебя попросить. Я хочу в корень. Хочу вот сюда. Ага. Приготов. Все. Смотрите. Грубо говоря, Https.js. Все, отлично, да? То есть, как? Как? Вообще, работает. Для чего вообще нужны промис? Отличный звук в этот раз. Я старался. Не, я немножко покрутил, честно. Смотрите. Так, а, кстати, куда я там запросы отправляю? Где там мой этот супер смешной сайтик? Сейчас обстрю, Http или Https он... Ладно, промз, Http, наверное, там будет видно. Смотрите. Например. Ну, есть... Это что-то... Сейчас то, что я сделаю, это примерно считается, что это нативное. У браузера есть XML-Http-request какая-то. Грубо говоря, вот примерно в ноде есть Http. У них есть вот такая вот... Это, грубо говоря, стандартная библиотека, JS-овская, которая позволяет делать запросы. Да? Да. Как она работает? Да? Чего она делает? Она делает, например, мы делаем http. http.get. Сюда передается какой-то URL. Сейчас я возьму тупик коды свои. Кстати, можно этот экран на весь экран. Сейчас мы немножко посидим в этом, да, поэтому я сделаю вот так. О, красота. Вот. Да, то есть это вот стандартный библиотек, который позволяет... Это вот стандартная, включенная, да, то есть как она работает. Что она делает? Она делает http.get. делает какой-то get, да. Но она работает чуть по-другому. Она работает не как промиссы. Она работает чуть-чуть по-другому. Грубо говоря, ей передается... Она работает на callback. Да? На callback это значит на вызове функции. То есть мы передаем URL и сюда передается функция. Сюда передается callback. Типа, что делать, когда получим результат? И смотрим response. И равно стрелочка. Ну, то есть если получили какой-то результат, console.log в скобочках response. Давайте смотреть. Я запускаю. То есть это вот стандартная библиотека. Что-то пошло не так. Invalid protocol. Protocol HTTPS not supported expected HTTP. А, ну... А, так это HTTPS все-таки. Окей, сейчас мы поменяем. HTTPS.get. Все. Шпуньк. И как вы видите, что я получил? То есть это вот примерно в браузере, в браузере, да, там есть XML HTTP request. Вы можете посмотреть этот объект. Вот он работает примерно вот так же, как нодовский. Просто я сейчас не хочу не улазить, а для этого у меня есть пример. Что я получил? Как видите, я получил вот в респонсе вот такую вот, вот такую вот штуку. Шикарнейший просто объект. А я получил респонс. То есть incoming message. Readable state. Что-то я получил, грубо говоря, поток данных. По сути, по своей, да. Я получил поток данных, и это прикольно. Что дальше? Мне с этим потоком нужно что-то делать. То есть это респонс, грубо говоря. Это респонс. Объект респонса. То есть ответа от сервера. Я получил объект ответа от сервера. Что дальше делается обычно? Делается вот такая шляпа. Респонс он. Только здесь, да. И console.log. В скобочках дата. То есть тут это все на callback. То есть, грубо говоря, HTTPS get делает что? Он делает запрос и получает респонс. Респонс это readable state. То есть это, грубо говоря, readable stream. То есть поток данных. И у него есть возможность подписаться на вот такое вот ключевое слово data. То есть на данные. И говорит, типа, чувак, если ты получил какие-то данные, то сделай что-то такое. То есть если внутри этого потока данных будет что-то как data, то покажи мне эту дату. Вот это вот внутри фечи, вот это все уже давно зашито. Но сейчас я просто объясню. Что мы получили? Дату. Естественно, датой являются буфер. Да, то есть данными нам никто не даст. Нам дали буфер. Нам дали вот байты. Я получил сейчас байты. Зашибись, клево. Интересно. Сейчас нужно посмотреть, что дальше делать. Теперь мне эти байты нужно во что-то превратить. Сейчас я посмотрю точно, как я это делал. А, вот вроде как работает JSON parse. Сейчас посмотрим. Это даже интересно. Но скорее всего не сработает, потому что до этого я получал что-то другое. Data, console.log. Сможешь ли ты распарсить это дело? Мне интересно. Но скорее всего нет. Нет, скорее всего мне придется сейчас буфер что-то в другое. А, ну вот, JSON parse превращает мои данные в что-то более удовлетворимое. И я получил свою замечательную штуку. Да, то есть HTTPS, точечка, get. Но смотрите, в чем соль. И в чем в принципе соль, да? Дело в том, что это не синхронный. Это синхронный код. То есть это код на callback. Да? То есть я делаю HTTPS, get. И что-то там с этими данными. И для чего вообще нужны промиссы? И для чего появился в принципе new promise? В чем его удобство? Да, то есть я получается делаю get, response. Ну вот просто представьте. Да, у меня идут какие-то вычисления. Там я не знаю, что там мне нужно. Там какие-то вычисления идут. Да, то есть тут какой-то код. Много кода. Да, идет какой-то код. И, грубо говоря, смотрите, что происходит? Без промисс. Без промисс. Что будет? Мне нужно, получается, вот эти данные. И если я нужны, раз мне нужны эти данные, то я делаю там const data, да? Там, там, const result. Нет, там, my data. Да, это равно там json parse data. И, как вы уже поняли, да? Например. Например. Мне нужно сходить еще один запрос. Вот я получил эти данные. И мне теперь нужно сделать еще один запрос. Что будет? Правильно. Я вот так вот внутрь кладу еще один. HTTPS get. Response on. Вот у меня my data. Там будет еще какая-то data. Тут будет const new data, да? То есть. И, грубо говоря, у меня вот так вот все. Друг в дружку. Клад, клад, клад. И потихонечку мы делаем друг за дружкой какие-то вещи. Какие-то запросы и тому подобное. То есть нам нужно какое-то или что-то в общее. То есть нужно оборачивать все это в функции. И как-то вот нагромождать. Что позволяют нам промисы? Что позволяют нам промисы? Промисы нам позволяют вот это вот дело. Вот, например, вот у меня тут какой-то замечательный урл. Что я могу сделать? Я могу, ну, например, промис, да? Как вариант. Что он может? Я могу сделать там const request создать, да? То есть я могу создать объект запроса. Const request. И я говорю, что... А, еще, кстати, у вот этого вот хттпс-гет у него вот здесь, по-моему, есть он. Да. И в скобочках отдельно нужно подписываться на error. Да, и вот здесь вот делать консоль лог в скобочках. То есть в случае, если произойдет ошибка, где-то вот тут, вот, по-моему, вот тут я делаю отлов ошибки. По-моему, вот тут. Он мне почему-то пишет, это сделал зачеркнутым. Почему-то имеет зачеркивать, что-то. Сейчас я посмотрю вопросу. Точка, он, error. Да, все верно. Хттпс-гет. Гет закрылся тут. подскажите на какую тему считать литературу ничего не понимаю про фечь просто в мд не может встретить фечь сейчас мы немножко посмотрим стоит делать кучу работать с фигмой добавить свой гитхаб что получше шанс на труд устройств или на это не но если бы сам то делать то что смысл есть https . я так подожди что-то ты мне что-то мой хаттпс get не хочет работать response он закрылся здесь . он правильно да то есть я вызываю этот event он hero и вот здесь пожалуйста error а вот что-то что-то его затупил консоль вот и что мне позволяет сделать про миссия кусается const request равно да это бы какая-то функция который принимает уру и которая делает new promise я беру говорю вот мы и resolve вот мы reject и вот сюда внутрь кладу всю вот эту вот кракозябру которая была ну например так можно делать запросы если вам нужно сервера на другой сервер делать запросы да и говорю что урл пожалуйста вот сюда и все и грубо говоря например благодаря а ну и единственное что мне нужно у меня получается резов то есть мне нужно будет здесь делать резул с данными а в случае ошибки пожалуйста сделай реджект с ирором грубо говоря я взял вот этот вот наш https стандартный метод обернул of promise по сути примерно так же работает и фич на то есть у него там вот под капотом где-то xml http request лежит да и вот он так вот обернут и по сути что теперь я могу делать я могу по сути еще написал фич ну наверно не такой классный как фич но теперь я могу делать request в шкобочках то есть по сути это вот ну да считайте что печь request вот сюда сделай пожалуйста да и могу говорить там . zen и у тебя внутри там будет но причем я у отличие от вещи я уже там все это так красиво пообернул у меня здесь что будет у меня за дэйта стрелочка консоль лог дэйта и вот теперь я делаю вот так и получаю свои посты то есть вот как бы грубо говоря я вот создал promise благодаря промису я смог создать нормальный красивый конструктор надстройку над хттп с гетом со всеми его коллбеками прочим 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 вот да кроме того кроме того да есть еще один момент почему промис и удобно и классно из-за того что почему это также выглядит более-менее то что у нас есть специальная штука называется осинка выйдт до которая может умеет делать вот так конст резал но это вы потом уже посмотрите вы и 3 квест тру и вот это все можно убрать у меня врезал придет то что заходит в резул и то есть и вейд в это вот чуть уменьшать но наверное не стоит вообще забивать потом можете отдельно посмотреть про вы так там чат пишет что не понимает про печь давай мы вернемся к нашим бараном чуть-чуть рассказал еще для чего они в принципе нужны то есть они позволяют красивые делать обертки через . zen . catch более-менее структурированные потому что чтобы каждого запроса не было чтобы везде не было что-то свое да то есть вот я написал какую-то уникальную обертку и все у меня будет zen у меня будет catch здрасте вот мои данные и еще может через осинка выйдет вообще будет как синхронный код выглядеть там человек написал что не понимает фич что именно непонятно давай окей мы уберем сейчас это вот мы уже поняли что фич внутри это сам по себе это promise да то есть давай вернемся вот наш клик мы делаем клик и у нас есть наш фич кто там что вот ничего не понятно ничего не понятно это очень странное слово потому что обычно непонятно что то давай вот у нас есть фич мы кладем и едем фич это же promise да фич это promise он вот точно так же он у себя внутри как только мы запускаем это promise его уже можно делать . zen его вот видишь даже подмечать смет про вопрос выдаваемерс full hero оставь свой вопрос чуть попозже фич это ну шел давай ты тут ребят не нагружает вещь пускай пока просто это вот оболочка да ну то есть грубо говоря то считать что это за на было тоже promise то есть у него там внутри есть свои механизмы то есть вот я недавно вот то что я написал да вот считайте что это почти что вот вот упрощенный фич да то есть примерно так работает типа вот там у него внутри xml http request чтобы много текста не писать он умеет гетать вот конечно чуть сложнее но по сути это фич когда мы парсим при успешном и запросили вывода элементов на экран самый лучший вариант цикл если ты хочешь много элементов то в принципе да ты можешь запустить ну то есть . zen получил данные и там я не знаю через for each цикл например покрутить и сделать преддобавить накидать это все в дом все относится к фич и приняли начать а да можно 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 издавать promise конструктором а использовать фич можно ребят promise конструктором вам пока и не надо у вас смотрите это просто ребят люди попросили чуть больше рассказать про promise и окей но вообще все что вам нужно сейчас знать фич что это за зверь то есть пока базовый до такое познание вы передаете сюда url и он возвращает response ответ то есть грубо говоря вы постучались по этому адресу что вы получили правильно ответ вы получили какой-то некий ответ как я уже говорил давайте просто вкратце еще раз про фич без вот этого всего лишнего это вот то что было до этого этого для тех кто там хотел про promise и поподробнее да ну давайте фич то есть вот мы вернемся сейчас более простую ситуацию сейчас делаем чтобы он немножко не не запутывать да прям с назад то есть все что то что вам нужно знать только с точку поставлю вот то есть грубо говоря что есть фич просто чтобы понимали это promise окей микро задача но смысл в том что если вы хотите что-то грубо говоря как это все устроено если вы хотите получить какой-то ответ от api любого да то есть от какого-то сервера это данные и что-то с ними сделать на странице то главное запомнить что вот после фич вам нужно будет все ваши операции 40 как только вы сделали фич уже писать в зене то есть вот вот в эту вот ступеньку вот обязательно и по-другому никак это так она работает вам нужно будет это прятать то есть в нашем случае я кликаю я получаю как я уже сказал response и это стандарт это так она работает вам нужно будет в любом случае делать response . джи сон вызывать вот так вот делать . за это грубо говоря вам нужно будет чтобы получить от ответ от любого там какого-то сервера вам нужно сделать и уже потом получаете резал то есть вот эта цепочка она просто нужно потому что так устроен фич у него вот под капотом он не возвращает сразу результат он возвращает response есть на то свои причины и потому что у него есть замечательные там какие-то вот вот наш результат да но если посмотреть например мы можем сделать консоль лог в скобочку response . например статус да то есть он возвращает объект response и нам из него нужно вытаскивать то что в принципе находится байда то есть например тут статус 200 это типа все хорошо да то есть response объект он имеет там статус умеет там статус текст какие-то ошибки еще что-то и вам нужно сделать . gson.zen обязательно чтобы добраться уже непосредственно до внутренности до этого запроса точка за на можно участвовать можете заводить если вы знаете как умеете как напишите через avoid данные можно сохранить и пользоваться вне функции не получится вот как раз таки из-за того что у нас однопоточный язык да то есть если ты хочешь работать вот с этим вот результатом да вот с этим вот результатом то грубо говоря после фича все весь твой остальной код должен находиться вот здесь вот ты должен писать его здесь и вот так вот xml хтп тоже не возвращать данные в дне так все то возвращает response то то есть если хочешь работать с этими данными ты должен уже находиться в этом зоне и в нем продолжать работать вот но но есть еще один вариант это просто есть 6 до появилась новая фишка то есть вот это вот так вот работа promise да но есть один вариант можно делать вот так делать ключевое слово async и делать конст response равно эвейт фич тогда получается что делает эвейт такой вот этот эвейт по сути это синтаксический сахар что делает эвейт он джесс сам возьмет и весь код ниже ниже этого эвейта типа у себя внутри обернет в этот зен то есть грубо говоря у наш респонс пойдет вот сюда да то есть вот а и ну в равно нам падает то что приходит при резолве на то есть вот наш эвейт и исследовательным можем сделать конс резалт равно эвейт респонс джессон это это вот эти две записи это одно и то же делают то есть если перезапущу она резал только не резал это просто чуть более удобный способ записи да то есть грубо говоря что происходит что происходит как это работает когда мы пишем эвейт это значит что ну грубо говоря мы говорим нашему языку говорим смотри вот это вот это результат зена а все остальное положи внутрь зена от фича и так вот он дальше то есть грубо говоря она работает вот точно так же но вместо того чтобы писать вот такие вот лесенки там то вот такой вот у у вас потом код где-то вот здесь начинается сделали придумали вот это синк эвейт просто чтобы типа как синхронный фич относится к браузера пида это браузер api фич работает только в браузере не пытаетесь его на серверной части реализовать сказать про рекурсию замкания принесли курс просто звать функцию внутри функции напишите покажи для чего это надо слушай про рекурсию я не буду объяснять на самом деле рекурсия нужна если вам необходимо выполнять одно и то же действие до какого-то там то есть рекурсия это один из методов реализации кита определенных алгоритмов например там я не знаю как судоку решать методы подстановки и так далее да то есть когда функция сама себя постоянно запускает но что-то внутри меня вот про замыкание я рассказывать точно не буду это оставим на первый этап вам пока выше крыши будет замыкание чуть это первый этап а на первом этапе вам на первом этапе еще люди до сих пор не все понимают замыкание вот поверьте мне пока это рано всегда используется выйдет или у просто можете взять после выйдет ну промисов есть свои плюсы только там в том плане что есть фич . да и потом идет . zen . кэш . файна ли единственное что чтобы не потерять все это дело ну это уже до такое побольше в идеале в идеале да весь код поэтому должен оборачиваться в эту замечательную конструкцию try catch скобочках error да что делать если произошла ошибка и файна ли как вы видите запись по сути точно такая же как и везде как и было да то есть try catch файна ли то есть это специальные блоки try catch то есть что делает он пытается выполнять вот этот вот блок кода если возникает ошибка то выполняет блок в кетче то есть с асинка вейтом просто приходится писать в try catch все всегда оборачивать да ну а без асинка вейта можно делать через н кэш файна ли у самого этого запроса просто обычно сейчас все пишется через асинка вейт к нему уже все привыкли на самом деле . zen уже потихоньку умирает но некоторые еще до сих пор не понимают как работа вейты и поэтому пользуется zen работа с функциям для же скрипт ставится на первый этап да не ребята точно на первом этапе это точно будет на первом этапе замыкание да даже event loop это на первом этапе просто вам немножко дали потрогать да все что вам нужно запомнить это вот фетч и response джейсон то есть это первую такие вот возможности чтобы получить какие-то данные вот пока так работаете потом уже наверное со временем появятся какие-то более интересные штуки и будет немножко проще пока вот чтобы вкатиться это вот вам хватит и вейт-фетч и вейт-респонс джейсон вот эти вот две строчки они позволяют получить результат фактически там с любого сервера да еще как-то его развернуть ну а синхронность это это не просто к ней нужно ее нужно понимать к ней нужно привыкнуть у меня на это ушло много времени несколько месяцев так что сразу может быть и не зайдет получается был громоздкий промис потом сделали маленький изящный фич по сути тот же промис ну по сути по сути да был громоздких html html хттп реку или xml хттп реквест вот был огромный такой конструктор который надо было долго долго собирать там все там делать огромная громкая громоздкая штука да и потом появился этот фич это типа браузера пилит я вот понимаю фич то дай мне уру и все и это просто чтобы было быстрее да то есть он пришел на xml вот но по сути фич это все тот же xml хттп реквест просто в приятной обертке по сути как же надо фич на сервере слушай ну да не ну есть есть библиотеки ну ей можно и надо фич но зачем есть там там в принципе обычно серверы между сервером когда нужно общаться конечно да это проблема но у меня например не было у меня нужно было сделать буквально один запрос да то есть вопрос в том что сколько тебе нужно сделать один запрос тянуть библиотеку дополнительную ну зачем если можно написать в принципе там на хтп хттп сидать чисто на стандартных либо а если у тебя прям постоянное общение мистерами то конечно да уже библиотеку в зависимости от необходимости если ты используешь буквально один в запрос ну например у меня в проект мне реально был один запрос сделать вот реально вот один ну тянуть библиотеку ради этого не стоит же при отличие лет и вар пробу с видим стандарт после не особо понятно это же на первом этапе ребят будет я причем читал на первом этапе помощью в том наборе а вот есть даже записи можешь время полистать посмотреть на ю тубе но это первый этап ребят пока не будем этим заморачиваться это немножко рановато так там какие-то вопросы были вроде организационные по фичу хоть более-менее понятно сможете запросик сделать если ну я думаю вы сможете вот этот тупик от если чего вот я вот так даже покажу здесь можете использовать это демо такой запросик вот может сами чуть прислать посмотреть если какие-то вопросики я готов отвечать на вопросики у меня ведь у меня хороший звук никто даже не ругается был не громоздкий промис был громоздких html хтп реквест на колбеках а потом его обернули в промис и назвали фич вот джейсона наверное вот так вот правильно скорее всего да и что-то чат умер много прояснилось ну хоть чуть-чуть хоть немножко да но по сути немножко попользуйтесь потом будет проще после бэйс конвершен в код варс все можно понять ну хорошо не значит к бэйс конвершен я ваши эти ваши эти вот код варс и не 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 делов так что там в лэм стриминг скажи пожалуйста можно результат сохранить файл что пользуется данными вне функции тоже можно да вот хороший вопрос можно и вообще можно можно захоронить файл или можно записать ну ты можешь сохранить файл но куда лучше положить в какой-нибудь создать какой-нибудь класс или какой-то объект в глобальной видимости то есть вот прям какой-то супер большой объект и смотри и потом им пользоваться то есть вот например и что я могу я могу типа создать там конст май дэйта и вот так и я могу сказать что резал то выйдет response джессонный потом сказать что мая дэйта . там пост равно резал вот да то есть все the wind listener и могу сюда их положить и грубо говоря май дэйта я могу это ведь и . пост уже использовать где угодно но но нужно быть очень аккуратным работая с этой штукой и почти везде проверять есть ли там что-то в этих постах ну то есть потому что может может быть случай что ты еще как бы их не ну да и ну потом можно использовать любом другом месте не функции просто положить в объект создай объект в глобальной области и все вот лучше 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 конечно создать классно то есть там класс не знаю там дэйта сторидж но это уже более конечно продвинутая хрень но например какой-то дэйта сторидж создать у него там property там get set опции и потом его просто создать из теста класс но можно пока просто через объектик поковырять подскажите про гхп и смертель и нет доках рсс видел что у хп же должны вроде все проекты быть в конце концов хп и джесс это единственная ветка с дипломи поэтому не и мер жить не надо за на вид как бы ожидает результат правильно понимают да они ждут результат при походке по массивам объектам неизвестный ложь что кроме рекурсии годится по массивам объектам если неизвестный ложность то рекурсия только и годится ну других вариантов особые не придумаешь тут только рекурсивно ехать ехать и ехать до конца все стоишь один был сложно них будет уходить очень много времени или равномерно типа один этап петской службы более-менее лайтовый они все равномерно сложные потому что набрасывает новых и новых тем то есть грубо говоря нулевой этап этого база какие-то основы ты берешь эти основы с ними идешь на первый этап там тебе наверх еще набрасывают всяких на знаний да то есть нулевой этап просто он получился таким облегченной версии первым она строит об между первым и вторым там вот прям 1 а на 2 прям так наваливают там и на втором этапе тебе и ментора дают задачи какие-то если еще захочешь там и фреймворки уже начнешь учить и так далее почти все время будет все время что-то новое набрасывается твое мнение простюй дадин который создает лишний работ для администрации активистов на кросс чеки а что за студент один чтоб я знал это вот того что мне не писали не очень понимаю простюй дадин кто такой ну окей может быть где-то что-то упустил наверное четко это упустил вообще не будете на первом этапе смотрите наверно да скорее всего я буду читать какие-то лекции как в прошлом первом этапе читал то есть но я не являюсь там уже координатором я буду только лекции читать возможно следующий 1 этап то есть нет который будет следующий я уже буду координировать то же то есть тоже там и смотреть и программу как-то пробовать менять можешь тут смотреть вот сейчас простую времени просто на этот первый usando точно не хватает на что у меня сейчас Tyson beat вот так я скорее всего менторить не буду уже следующий этап но возьму возможно координирование первого этапа но на лекциях и все равно буду ходить и буду присутствовать вот звук бомба ну хорошо и рад немножко по подвигу ползунки про синхронный и несинхронный вызов горели о чем эти понятия немножечко вроде говорили в начале вот можешь посмотреть на начало помню чуть про это проговорили первая задача из трех код варс на рекурсе получается риза в топ не знаю анонимность кросс чека такая что анонимность кросс чек а 111 мем анонимный студент неправильно оценивающий блин ну бывает ребят ну кросс чек это это немножко это это новая фишка и в целом бывают проблемы бывают но не всегда честно просто мы посмотрели что в 90 процентах случаев все нормально хорошо оценивать 95 даже 7 5 процентов погрешность ничего страшно но зато для вас это возможность построить чужой код что-то немножко поучаствовать построить как-то делать работы скажем так профит больше чем проблеме с и поэтому его и оставили кросс чек ты выздорову как бы да еще немножко остаточные есть но там выздоровел new promise resolve rejects и тайм-аут resolve 1000 это же то же самое что и вейт грубо говоря выводит выходит нет смотри синка вейт синка вейт это синтаксический сахар то есть это просто это асинка вейт это не то же самое что promise да то есть new promise ты сейчас покажешь не promise асинка вейт вот я сейчас просто напишу вот конст респонс конст резал до часы вот давайте чтоб мы немножко быстрее это то же самое то же самое если я сделаю вещь . вещь да что-то там . zen там какой-то резал но стрелочка да там эта функция резал вызываем response точнее . zen в скобках и здесь уже наш результат равно стрелочка то есть грубо говоря это вот просто вместо . zen of вот асинка вейт это вместо . zen of вот анонимно оценивать нельзя не знаю может быть лучше хорошо разобрать теорию сделать хорошо не таскать делать все бегом поверхностно хватал знаний что итоге больше сложится памяти уже всех по-разному работает я бы сказал что наверное все таки разобраться до конца в какой-то теме может быть по крайней мере в основах да то есть это что потому что ну скажем так вот например в promise я может не до конца разбирался я очень долгое время да там может не полностью их все понимал но я признал как работает вещь я понимал что мне этого пока достаточно и дошел дальше то есть скажем так может не стоит разбираться досконально прям вообще но вот именно я бы сказал нужно разбираться по мере по необходимости то есть если тебе нужен фич только ну пойми как работает вещь научись его применять по применяешь отлично если тебе понадобится что-то делать более интересное да ты с этим уже будешь разбираться на у тебя уже бы знание как фич им работать да хотя бы уже можно как-то друг на другу накатывать чем не работает фич при запуске через но дают ошибку фич не работает в ноде потому что это только браузерная штука вот тебе вот можешь прямо сейчас скриншот делать это как работать в ноде вот хттпс вот прям пример я сделал да я еще и в promise обернутый вот хттпс . get сюда кладется url и поехали респонс он дата и вот это вот это нету фича в ноде ну или нужна библиотека этап когда закончится сушить уже скоро там 20 февраля уж через я честно не помню 20 какой февраля помню вот меня же как благодаря тайм-аут результат promise а также ожидается ну смотри ты же нет ты путаешь понятия перед ты путаешь понятия ты то что сделал ты ты создал promise вот а то есть у тебя ты создал сам promise сам promise создал айсинка вейт и и вейт точка зен это это уже как бы их разворачивание то есть понятие promise а есть понятие разворачивание promise а вот promise вот например участный на экране да это вот создание promise а это сам promise вот он здесь а вот этот точка зен это уже его разворачивание да то есть и вот как раз таки ну есть такое понятие то есть то что ты показываешь в чате это я создал promise и он не имеет ничего общего с асинка вейт потому что асинка вейт это способы разворачивания промисов то есть можно разворачивать через . zen можно через асинка вейт а конструировать promise и вот то что написал это консты сконструировал promise ты его создал просто ты понятия путаешь вот ты говоришь что это же самое что и вейт ну типа блин это не может быть типа есть яблоко а можно есть яблоко да то есть ем яблоко и ты говоришь что вот смотри это апельсин и то же самое что есть яблоко типа чувак апельсин это может быть то же самое что яблоко это два фрукта да то То есть, ну, таких, да, но процесс поедания яблока, это не то же самое, что апельсин. Они схожи там между собой, но это разные, вот как-то так. Случил почти всеми, но некоторые задачи из Код Варса даются с трудом. Служишь научиться решать их бегло и красиво. Дмитрий, только практика, честно, а практика и склад ума. Дело в том, что Код Варс, это задача на логику, это реально на логику, то есть на думание. Там даже не методы, там, понимаешь, даже тебе не методы должны спасать, там иногда нужно просто думать. Это, знаешь, как вот в школе вот эти все задачи, там, геометрия, алгебра, вот это все. Ну, там нужно уметь думать, это просто нужна практика и, ну, склад ума. Потому что я, например, я способен решать какие-то логические задачи, но приближенные к реальности. Потому что мне легко визуализировать приближенные к реальности вещи. Но когда мне там какие-то жесткие вещи, не всегда получается. Где-то просто мне, например, где-то не хватает мозгов, ну, реально не хватает. я мне проще найти алгоритм и его поиспользовать на стрелишь один нужно регистрируется что зарегистрироваться там отдельная регистрация вот поэтому тут тут наверное просто тренироваться это скорее пища для ума я же стал таким образом чтобы же так был сразу full field как бы я первый вейт фич эмулировал корея не приводит что ты хочешь ты new promise с тайм-аут резол с результатом один через 1000 секунд это значит грубо говоря ты просто это просто promise то же самое что и вейт грубо говоря выходит это не синхронная функция то есть грубо говоря тебе все равно нужно сделать выйдет этого promise а я просто не понимаю ну ты 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 просто создал promise да ну то есть окей так это не значит то же самое что и вейт то есть ну ты можешь сделать его и в этом ты можешь его за и выйти этот promise да и получить результат который там у тебя в рез упал да можно но это не то же самое что и вейт ну просто вопрос тогда не понимаю в чем смысл просто прогаха пейджис и мерш десять задач в день слишком жестко блин ну здесь задание никто не предлагает обычно меньше и синг-фанкшен так да есть синг-фанкшен и внутри нее можно использовать и вейт по проводу гх-пэйджис и мерш сушки ну вроде как говорят что гх-пэйджис мер жить ничего не нужно вот можно задавать только по реквест гх-пэйджис и это работает вот эти посмотрим гх-пэйджис я просто давно вот как использовать гид хаппэйджис найти гид 35 гид и нет хорошо создали репозиторий это вы все уже умеете загрузка файл загрузили так а чё как странно как использовать гид хаппэйджис и как бы все удобно хорошо create репозитория клоун репозиторий hello world push it and you are done блин какие-то странные у вас слушайте может хочу кстати возможно что-то переделали отключение что они переделали как работает гх-пэйджис и теперь не надо между что раньше мы вроде мер прежде с аксессуали build your сайт вот дефолт бранч она это пример же окей хп-пэйджис надо заливать деплой своих тасках в отдельных папок ну то есть и не достанется mentor stage 2 означает что ты останешься на курсе и сам все лучше если ты провалился без после первого этапа прощаемся нет если провалился без после первого этапа это не значит это значит что ты это значит что тебе не достался ментор и ты можешь оставаться на курсе и дальше сам учить вот никто ни с кем никогда не прощается просто не будет ментора async function конс дата вот это я хотел эмулировать так а что именно ты хочешь эмулировать ну окей так то чтобы ты можешь вот теперь то что ты там создал new promise с тайм-аут просто точно также async function и положить конс дата равно вейт вот этот промеж который ты создал через new promise странички между чтобы дипломов нельзя в мэйн мержить в страничке мержем чтобы дипломов а я просто я просто не понимаю тоже вопрос про гхп короче да на гитхабе есть гид гхп и джис и в нее можно мержить и тогда будет диплоиться сразу вот на гитхабе то есть зависимости от репозитория от названия репозитория может даже где-то что-то и есть с диплой на может и нет не надо между то что примерно падут исходники исходники не всегда диплой в спасибо шел я просто никак не могу понять в чем вопрос да ребят смотрите смотрите то есть есть просят просят обычно не мержить в github pages нужно мержить только уже готовые какие-то вещи да то есть вот в нашем случае есть какие-то ну скажем так вы чуть позже познакомитесь с этим вот у нас есть там просто есть определенные условия не нужно мержить исходные файлы просто скажем так например там type script вот если посмотреть все еще суете на грубо говоря и почему просят не мержить это потом вы дальнейшем познакомиться стать скриптом свой паком и так далее но смысл в том что есть понятие исходные файлы да вот исходники вот мои там кита файлики до набросанные да то есть куча файлов а есть сборка и сборка она лежит обычно файле dist да то есть вот она такая по-другому выглядит или например в паке вот сборка вообще выглядит как индекс html и main gs да вот такой вот gs один из один файл а так выглядит сборка выпака да то есть видите да вот этот файл замечательный вот и типа смысл в том что почему просят создавать только pull request и и не мержить в github pages исходники чтобы не мержить исходники по то есть в github pages обычно кладутся только то что лежит в 10 это индекс html вот этот main gs и все только поэтому а в вашем случае у вас там сейчас я так понимаю только html и index gs и css их можно мержить а что нету это ваши есть сборки у вас пока нету каких-то сборщиков у вас есть чистый нативных html css не ребят смотрите я уже объяснял да второй этап на нем можно учиться просто вы будете учиться без ментора сами по себе то есть грубо говоря после первого этапа есть второй на него есть переход полноценно это собеседование у ментора пройти да то есть грубо говоря всем назначить менторов там ну не всем но по сути всем активным назначить каких-то менторов вам нужно будет к нему прийти пройти собеседование если вы не прошли собеседование то может какой-то другой метр подберет возможно нет если никто не подберет то значит вы остаетесь без никто но вы можете продолжать выполнять задачи ходить на лекции и все и все просто эти сдая работы никто не будет проверять то есть вас никто не угоняет не исключает просто вы можете продолжать и набираться кого-то опыта было ли вас выгорание от работы Была просто накопленная усталость Когда просто сдолбался Какое выгорание Ребят, честно, я вообще не понимаю По поводу выгорания Работать придется Так уж устроен этот мир Что годов до 60 на работу Ходить придется Я могу сказать вам одно Даже самое-самое Классное занятие Даже которое вам супер нравится Вы если им будете заниматься каждый день По 8 часов в сутки У вас жопа сгорит сразу И вы это забросьте Я говорю как человек, который стримил Я был стримером Казалось бы, сиди, играй в игрушки И тебе еще деньги платят Просто играй в игры Вы не поверите, спустя 2-3 года Ну я, по крайней мере, не знаю Уже не такой кайф от игр даже получаешь Ты ходишь играть в игрушки, как на работу Я уже просто, понимаете Как-то так это работает То же самое и в программировании Типа, ну первое время нравится Ты там полгода, о как круто Через год-два Дальше рутина Все, всегда рутинно становится Поэтому просто нужно Потихонечку, потихонечку Суперстрат, телекастер По-моему По-моему, они обе Суперстрат Вот Да, по-моему, да Обе одинаковые На гитаре давно играете? Ой, я играю на гитаре год Наверное, считайте Что полтора нормально Потому что до этого я что-то там В детстве когда-то играл Вот красной гитаре ей Сколько? Ей лет 17 Вот Да, наверное, где-то так Мне ее купили родители Но играл я что-то типа Один раз в год На ней особо не играл Но вот последний год Только считайте, что играю нормально Полтора Так что там Все, что это все не считалось Активные студенты Это активисты Или неправильно Активные студенты Это те, которые хоть что-то делают Не забили и не ушли Вот Стало вдруг что-то не так делал У меня жук Гхпэйдж Прямо на репозиторию школы Своих лично тренировочных Не, ну только почему нет Гхпэйдж Это же ветка Это ветка твоего репозитория Чего хочешь там то и делай На самом деле Ничего страшного Всегда можно ее удалить Создать заново Что играешь? Метал Метал Пауэр метал Дэс метал Мелодик Дэс метал Металкор Что-то туда Ну короче Все разное Че нравится Что играю Грубо говоря Чтоб красиво звучало То, что мне нравится На слух То, что руки Способны сыграть Выдержка Для проекта Которых не используется Впак Достаточно сделать Пул реквест Из ветки Разработки Ветка Угхпэйджис И замерзить его Все Ну все Надо мерзить Да, не просто Право, что когда ты Джун, ты фигачишь По 46 в день На работе Это все Джун, такие Или после Версес У них как-то Меньше фигачивания Скажем так Когда ты Джун Тебе приходится Работать много Потому что Все еще Очень-очень Много Приходит Работы И ты даже Работаешь Ну не 40 часов В день Ну понятно Да, то есть Но как бы Ты работаешь Дольше Потому что Есть, во-первых Понятие Что тебе дают задачу А ты как бы По своей собственной Тупости Ну и Неопытности На какую-то Простую задачу Тратишь больше времени Следовательно Так устроен твой мост Ты такой думаешь Блин Эту задачу Можно было бы сделать За 2 часа Я потратил 8 часов Так и не сделал Посижу-ка еще 2 часа Все-таки Хотя бы ее доделаю Вот В неделю Не, ну В 40 часов в неделю Работают все Откройте сигарет 5 часов в неделю 5 дней в неделю По 8 часов Ну может быть Конечно Не так много Но Джун Ну когда ты Джун Тебе приходится Немножко дорабатывать Лишнее Наверное Просто чтобы Из-за того Чтобы Как-то Догонять Остальных Да То есть Никаза Не быть Где-то там В отстающих И пытаться Как-то нагонять То есть И постоянно Тебе постоянно Еще нужно учиться Потому что Я когда пришел На работу Мне там сразу Вот это Вот это Вот это И типа До того Как начать Делать задачу Мне пришлось Еще там Два дня Просто сидеть И считать документы Или три Каких-то Новых библиотек Которыми Я вообще не работал И я вообще Не понимаю Что происходит Пройти тест GSB А мы проходили Мы шоу Проходили Или не проходили Мы GSB Проходили тест По-моему Проходили По-моему Да По-моему Да Мы проходили Его Вроде как Что надо Медла Проблизить Сколько еще Нужно учиться Джун от медла По сути Отличается Только опытом Да И типа Количеством своих знаний И количеством понимания Да То есть Грубо говоря Который понимает Прям То есть Тут Зависит уже от тебя Тут не учиться Тут работать Нужно То есть Если ты уже начал работать То будет зависеть от себя Кто-то за полгода Может стать медлом Да Просто потому что Быстро схватывает Что-то постоянно Интересуется Смотрит Как работает Как устроено Задачки вроде Там Выполняет И выполняет Довольно быстро И понимает Разбирается В том Как устроен Там Фронтенд И да Ну вот Восьми до двенадцати Месяц Можно Жуниором Остаться И на всю жизнь Сорок лет Побить Поэтому Как Получится Как Схватится Да А сеньор От медла Чем Сеньор У него уже Преж У сеньора У него чуть Дальше То есть Во-первых Это Ну Немножко Другие Уже Знания Должны Быть Да То есть Сеньор От медла Отличается Тем Что он Когда Делает Задачу Да То есть Вот Например Мидл Когда ему Дают Сделать Кнопку Он Делает Кнопку И все Да А сеньор Он уже Задумывается Как Сделать Эту Кнопку Куда Ее Положить Чтобы И архитектурно Она Хорошо Лежала И чтобы Ее потом Переиспользовать Можно Было И как Стиле Так Написать Красиво Что Прям Вообще Там Я не знаю Можно Было Хорошо Использовать Плюс Он Начинает Думать Об архитектурах Плюс Он Может Грубо говоря Учить Других Джунов Например Да То есть Вот Чем Начается То есть Выдать Жуниоров Которых Он Также Будет Обучать Выдавать Им Задачи То есть Он Должен Уметь Во-первых Общаться С ними Во-вторых Уметь Распределить Задачи Да Как То Рассказать Как Что Сделать Плюс Он Может Потенциально Может Вовлекаться В общение С заказчиками Это Значит Нужно Уметь Разговаривать С заказчиком И Объяснить Ему Что Нужно Сделать Такие Скиллы Технические Скиллы Все еще Нужны Конечно Вот Но Уже Более Такие Глубой Да Сеньор Делает Фабрику Кнопок Типа того То есть Мидл Делает Кнопку А Сеньор Делает Фабрику Кнопок Ну Типа того Вот Наверное Да Да То есть И ты Уже Типа Думаешь Немножко Чуть Чуть Наперед Вот Себе Когда Начинали Путь Джуна Слушай А я Не знаю Я как-то Нормально Его начал Я тут Даже Наверное Не дал Никих Советов Мне Во-первых Мне повезло Просто местом работы Хорошие ребята Были Которые И Проекты Более-менее Нормальные Мне просто Повезло Наверное Жены Общаются Заказчиками Почти Нет Наверное Нет Я думаю Нет Потому что Просто У них Не хватает Экспертизы В основном Чтобы Что-то Объяснить А Ну Еще Сеньор Это человек Который Обычно На проектах Есть люди Мидлы А это люди Которые Особенно Не парятся О том Что у них Проект Как работа Сеньор Обычно Знает Весь Свой Проект Как он Работает И все Остальное С деклент Задачей Вообще Не сталкиваться С архитектурными Задачами Точно Нет Ну По крайней Мере От него Не будут Ждать Этого То есть Джуньер От тебя Не будут Ждать Что ты Сделаешь Какое-то Супер Классное Архитектурное Решение Скорее Сего Ты Даже Не будешь Трать На это Время Тебе Уже Задача Придет И В ней Будет Описано Что Чувак Нужно Вот Это Вот Это Положить Вот В Работал Где-то Видел Какие-то Структуры Проекта И Прочее Тут Наверное Джуньер Он Скорее Не Сталкиваться Если Даже Ну Мне Например Да Там Выдавали Задачу Но Я Не Знал Как Оформить Да Красиво Я Пошел Просто Там Более Знающим Чего Кус Такой Такой Проект Как Мне Красиво Разбить Как Мне Красиво Папки Просто Описал Рассказал Сказал Сделай Вот Так Ну И Все Что Он Вообще Делать На Работе В Сном Работу Работает Вот Ну В Принципе Он Делает Все Что По Силам Зависит От Что Ты Можешь Понимаешь То Как Работает Ну Например Я Потому Что Фикс Багов Это Во-первых Нужно Потому Что Всегда Есть Долг По Багам Во-вторых Это Позволяет Узнать Проект Потому Что Тебе Нужно Найти Тебе Говорят Баг Вот Такой А Тебе Нужно Найти В Коде Разобраться Почему Баг Понять Как Его Исправить Исправить В конце Концов И Причем Баги Обычно В разных Местах Приложения Справлять Багом Если Ему Дал Два Бага На 5 Минут Он Их Делал 2 Недели Ну Наверное Будет Ему Тяжело Но Если Дал На 5 Минут Два Бага Пятиминутных Учитывая Что Человек Не Знал Проект Он На Каждый Потратил Где-то По Пол Дня Ну Это Нормально То Человек Баг Вроде 5 Минут Но Пока Он Нашел Откуда Там Ноги Растут Он Вообще Здесь Никогда Не Разбирался То Есть Окей То Есть Вопрос Опять Таки В том Как Человек Развивается То Если Он 2 5 Минут Бага На Протяжении Месяца Делает По Пол Дня Ну Значит Ему Будет Тяжело Но Скорее Все Он Должен Приходить Там К Пол Час К Минут И так Далее Потом Уже Ты Вдаешь Какие Т Задачи Где-то Неделю Две Обычно Баги Делаем Баги А мы Заодно Смотрим На Скорую И Баги Стараемся Давай Сначала Легкие Потом Послужение Послужение Ты Да Просто Не Делаем Какие Книги Программирования Честно Не Знаю Я Не Считал Ни Одной Книги Программирования Я В основном Все На Статьях На Интернет И так Далее Становление Джунами Ну Блин Ребят Какой Совет Черт Его Знает Я Наверное Единственное Что Посовет Не Пытайтесь Учить То Что Вам Сейчас Не Нужно Да То Учитывая То Че По Курсу Дает То И Учите То Потому Что Если Вам Тяжело Естественно Если У вас Есть Свободное Время Вы Все Схватываете Учите Что Хотите Но Вообще Я Просто Знаю Людей Которые Знаете Вот Они Ну Просто Стараются Досконально Изучить Вопрос И Встречал Таких Людей Которые Вот Уже Как Б Идет JS А Человек Там Погряз И Вот Он Сидит Он Там CSS Чуть Не Разобрал Как Вообще Устроен CSS Как Устроен Браузер Как Он Там Все Работает И Потратил На Это Там Кучу Кучу Времени Да Там Вместо Чтоб Учить JS Зато Он Знает Как Устроен Браузер Но Он От Всех Отстал И JS Не Догнал А Потом Ему Дали JS И Все И Погнал Он Чуть Не До Того Как Устроен Движок Как Он Работает Как Там Звали Чувака Который Создал Движок Типа Ну То есть Такие Знания Которые На практике Нафиг Не Нужны И Человек Тратит На Это Время Ну Он В итоге Там Тоже Тяжело Ему Был Ну Он Просто Так Человек Был Устроен Наверное Может Он В общих Понятиях Как Он Устроен Как Он Работает То Есть В Дебри Лезть В Движок Изучать Event Loop Если У вас Не Хватает Времени И Вы Не Успеваете Какие Основные Вещи Не Стоит Главное Базу Ловите Как Устроен Как Устроено Замыкание Как Они Работают Так Узнать Что Не Нужно У меня Спрашиваешь Что Лежит Под Капотом В Жизненном Цикле Реактор Не Ну Так Это Важное Познание Нет Смотри Опять Таки Да То Что Жить Под Капотом Жизненного Цикла Реактор Там Лежит Виртуальное Дом Дерево Да Это Объект То Ну Просто Понимаешь Задай Тогда Такие Такие Вопросы Которые Это Тоже Такие Любители То Это Или Там Прям Спрашивали С Под Капотом Жизненного Цикла Реактора Лежит Виртуальное Доп Дерево С Большего Это Объект Это Просто Объект Который Имеет Все Данные О Вашем Доме И Какое То Изменение Там Вызывает Изменения И все Вот Такого Ответа Я Жду Обычного Человека Типа Чувак Понимаешь Что Это Просто Объект В Странный Попались Чуваки Спрашивали Вот Потому Что Ну Опять Таки Все Будет Много Будет Зависеть От Того Кто Вас Собеседует Но Блин На мой Вгляд Я считаю Что Главное Это Понимать Как Работает И Как Устроено А Вот Что Там Уже С Технической Точке Зрения Наверное В Первую Очередь Не Стоит Знать Делать Вот Главное Разбираться Понимать Наверное То есть Дебри Лезть Не Стоит Вот Я Знала Но Не Знала Что Сказать После Дом Ивент Нет Материалов В Рудмапе Хотя Бо Ссылки На Гидальные Основные Не Не Уходим Чтобы Систем На Учить Просто Не Усперимая Видео Электоров Много Инфомусора Так Открываешь Stage 1 И Там По Модулях Там Как Все Как Вы Все Точно Так же Я Это Уже Сто Раз Рассказывал Ребят Ну Я Конечно Понимаю Что Мы Тут Немножко Инфомусор Но Вот Именно Тут Все Время Рассказываем Что Все В Открытом Доступе Если Нет Че Учить Идешь Просто Stage 1 Открываешь Его Программу И Учишь Может Stage 2 Потом Stage 3 Друг За Дружку Хочешь Сейчас Начинать Заучите ОП Паттерны Используются На практике Их С ними Лучше Ознакомиться И Понимать Как Они Устроены На практике Они Используются Естественно Очень Многие Паттерны Используются На практике И Про них Желательно Знать Хотели Get Drive State From Props Get Snapshot Before Update А я О них Только Слышал А Это Когда Спрашивали Методы Жизненного Цикла Слушай Честно На мой Взгляд Это Уже Устаревшая Штука Давно Уже Пора Переходить Ну Хотя Да На них Хотя Б Жизнен Цикл Понятен Но Get Drive State To Props Это Единственный Наверное Который Нужен Update Did Company Did Catch Roll Или Что-то Такое Звук Хорош Класс Ну А сейчас Все Правильно Сделал Вы Senior Или Middle Я Еще Middle Я Еще Не Senior Ну Как бы Я Пойду Возможно На Асессмент Где-то Весной Я Сейчас Готовлюсь К Этому Вот Но Мне Знаний Скорее Всего Хватит Я Надеюсь С Большего Да Должно Стоит Ли Изучать Галп Слушай Я Засую Вот Сколько Работал Галпом Не Пользовался Ровно Ни Разу Не Знаю Зачем Вот Да Есть Люди Которые Изучают Галп Когда Мы Даем Впак И Поэтому Да То есть Вот Тоже Такой Момент Наверное Не Стоит Если Будет Нужен Ток Можно Одним Глазком Глянуть Но Не Тратить Много Времени Потому Что Сейчас Все На Впаке Сейчас Впак Пятый Вышел И Все На Нем Звук Так Себе Да Блин Ребят Я Там Покрутил Ползунки Честно Что Должно Было Быть Лучше Вот Поэтому Вот Опять Таки Есть Галп Есть Впак Мы Учим Впак Галп Но Люди Еще Идут Там Учат Галп Хотят И пишут На Галпе Зачем Короче Не Тратьте Время Если Вам Не Хватает Времени То Старайтесь Наверное Вот Хотя Б Ухватить Основную Суть Самое Важное Пока Что Это Уже В дальнейшем Чуть Позже Будете В чем То Разбираться Потому Что Мы В принципе Стараемся По Накатанной Все Давать Да Это Вот Как Сейчас Например Человек Спрашивал Что Такое Замыкание Расскажите Про Замыкание И Это Именно Называется Понакатанной Мы Научили Вас Создавать Переменные Что Есть Лед И Конст А Чуть Позже Расскажем Чем Начаются Отвары Когда Вы Уже Попользовались Уже Можно Нагрузить То Самое С Промисами Вот Вы Сейчас Хотя Б Фечь Выучили А Потом Уже Возможно Что Более Интересное Будете Делать Горят На Собеседнике Просит Решить Двор Задач Как Будет Если Решаешь Час По Четыре Решаешь В Этот же День Ну Бывает Не На самом деле Сам Собеседнике Обычно Спрашивают Вот Но Задачи Иногда Просят Решить Но Опять Таки Зависит От Наверное Людей Которые Дают Задачи Потому Что Я Например Когда Давал Задачи Джуниорам Я Давал Знаешь Такие Не Супер Сложные Человек Хотя Понимал Как Он Будет Решать В основном Самое Излюбленное Это Консуль Логи Типа Просто Тебе Дают Кусок Кода Как Он Будет Работать Вот Это Наверное Самая Популярная Задача Кусок Кода С Консуль Логом И Сказать Что Выводят Консуль Логи Вот Это Самое Популярное Просто Тут Идет Понимание Как Работать Решать Задачи Сложнее Ката 6 На Первом Этапе У вас Будут И Пятерки И Четверки И Тройки Не знаю Может Дождать Сейчас Будут Проруд Требуем Переход Голоса Другую Тональность Да Не Не Все Нормально Да Я Немножко Покрутил Сасс СС Нужен Желателен Полезен Удобен То Есть Его Будут Его Не будут Требовать Да Его Но Если Будет Желание То Можно Был Желание Оставить Свою Собственную Проект В интернете Было Но Это Надо Что-то Делать Я Поработал 8 Часов И Мне Хочется Отдыхать Поэтому Пока Пока Не Может Быть Когда Нибудь Будет Какая Нибудь Идея И Я Что-то Сделаю Не то Скорее Все Это Будет А Не знаю Что Это Будет Мне Можно Постретить Здесь Там Вот Смотрите Я Просто Вот Ваша Ссылка Ну Наш Гитхаб Он Очень Простой Вот Roadmap Stage 0 Вы Видите Да Вот И Если Вы Посмотрите Вот Она Идет Rolling Scope Tasks И Вот Stage 0 Если Нажать Tasks Ну Типа Это Папки Если Нажмите Tasks Вы Увидите Здесь Stage 1 Вы Открываете Вот Roadmap Stage 1 Со Всеми Модулями И Задачами И Вот Stage 2 Stage 3 Здесь Есть Таски Если Очень Хочется Задачи Все Лежат И Так Далее То Ну Вот Stage 0 Stage 1 Stage 23 Все Тут Есть Еще Даже Для Ипо Макитах Черт Что Такое Short Track Почитать И Так Далее Все Лежит Гитхаб Все Доступно Пользуйтесь Можно Лежить Flexbox Sass Игрит За Один День Или Долгий Процесс Flexbox Игрит Можно За Один День Это Несложные Штуки Но Лучше Начать С Флекса Грит Из Них Вытекает Их Можно Выучить Sass Это Уже Немножко Другое Sass Это Чуть Другое Это Постпроцессор Препроцессор Точнее Тут Скорее Sass Его Нужно Установить И Попользоваться Вот Просто Попробовать Я Первое Додает Препроцессор Потом Уже Со Времени Удача Чем-то Пользоваться Наверное Несно Чем Вложился Вложенность Типа Друг Вдружку Что Типа Вкладываешь И Это Считай Как Как Раз Соответствует Вложенности Элементов Друг Вдруга Что Очень Удобно Было И Наверное Это Самое Удобное Что Использовал В плане Селекторов Очень Удобно Вот Как-то Так Сейчас Уже Переменные Используют Энды Вот Эти Штучки Вот Кстати Да Эти Энд Ховер И прочие Псевдоклассы Очень Удобно Сделаны 30 Мало На гридах Запнет Часом Два Да Не Ребят Гриды Довольно Простая Тема Я Не знаю Будет Ли На Первом Этапе Разбираться Я Сегодня Гриды Писал Мне Нужно Было Ну Типа Я Просто Ввел Грид Посмотрел Там Понимаете Что касается Что касается Гридов Флексов Тут Скорее Нужно Не Учить А Нужно Просто Типа Создать Проект На Вот Как Здесь Например Вот И Просто Набить Блоков И Сидеть Просто Флексы Куролесить Смотреть Как Они Работают И Все Будет Более Менее Нормально Просто Прям Через Элемент Брать И Накидывать Какие-то Флексы Вот Здесь Через Элемент Стайл Вот Это Идеальная Учительская Скорость Верстки Для Жена Считается Нормально Пусть Все Три Этап Портфолио Слушайте Я вам Сейчас Скажу Мне Буквально Недавно Давали Интересный Вопрос Смотрите У вас Ну Вам Буквально На Первый Этап Вам Я Не Показываю Конечно Но Там Вот Какое Ваше Портфолио Чуть Больше Вашего Портфолио Наверное Разов Полтора Примерно Да То есть Больше Блоков Чем В портфолио Разов Полтора Может Чуть Ну Плюс Минус И вам На него Будет Даваться Две Недели На Верстку С Адаптивом Да Плюс Респонсив Да То есть Ну Респонсив Респонсив Верстка У вас Будет Две Недели То есть У нас Примерно Так же Было Да То есть Портфолио Первая Вторая Часть Сейчас У вас Макет Будет Чуть Чуть Побольше На первом Этапе Вот И тоже Двадцать Две Недели Будет Но Скорее Всего Уровень Джуна Это Вертка Вот Такого Вот Где-то Неделя Полторы Я бы Сказал Что Знаете Даже Такой Макет Неделя Это Вот Неделя Полторы Неделя На то Чтобы Наверстать Две Чтобы Пройти Тестирование И Там Чтоб Все Проверить Полнедели Еще пару дней Чтоб Просто Выверить Все До Пикселей Вот Где-то Так Вот Считайте Что Ваше Портфолио Это Наверное Неделю Недельку Да То есть Ну Это С Респонсив То есть Два раза Быстрее Если Это Будет Нормально Потому Что Я бы Сказал Знаете Вертка Не всегда Нужно Торопиться Тут Даже Не Скорость Важна А Важно Чтобы Все Было Хорошо И Правильно Сделано Поэтому Иногда Стоит Потрать Чуть Больше Времени Чтобы Было Красиво Кто Сможет Дать Тест По Гридам Состоит Штатин 100 Баллов Безус 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 Зачем Себя Загонять Рамки Я Сделаю Эту Задачу Не Используя Google Ну Ребят Блин Ну Это Не Знаю Это Конечно Прикольно Древние Люди Тоже Ели Руками У них Не Было Ложек И Флекс Там Флекс Дирекшн И Ты Просто Знаешь Потому Что Их Используешь Там Каждый День Это Откладывается Ну Гриды Например Я Использую Раз Два Месяца И Сидеть Тихо Заучивать Я В Гугл Зашел Грид Гляну А Да Все Точно Вроде Так Накидал Работает Отлично До Сива Который Там Не Знаю Его Нарезает Да И Вроде Как Он Назывался Слайс Или Сплайс Я Могу Иногда Даже Не Помнить Как Он Правильно Работает Ну Мне Просто Сплайс Сплайс Не Часто Использую И Какой Возвращай Кто Не Возвращает Кому Там Первый Элемент Передай Кому Держать В голове Просто Мне Мозгов Не Держать Это В голове Поэтому Я Беру Эрей Сплайс Открою ДН Да А Это Тот Который Нарезает Нужно Сплайс Открою Сплайс Смотрю Что Ему Передавать Все И 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 То же самое С Быстро Желательно Сделать Считаем Легко Поддержку Ну Это В идеале Да Он Уже Имеет Работу Сидит По 9 Часов День 45 Часов Наверстку Это Нормально Ну Да Не Я Считаю Это Нормально Ну Типа За Неделю Сделать Это Нормально Ну Учитывая Что Это Лендинг Ну Алло Ну Чтобы Вы Понимали Да То есть Мне На Работе Нужно Было Сделать Компонент Ну Короче Просто Вот Опишу Сейчас Карточки То есть Типа По сути Просто Компонент Вот У него Есть Всегда Может Быть Типа Там Квадратик С плюсиком И Тайтлом И Там Синей Рамочки И Это Типа Чтобы Новую Добавлять И Если Есть Уже Какие То Карточки То Еще Одна Такая Ж Серый У Нее Там Серая Обертка Тайтл Написан И Две Кнопки При Ховере Типа Edit И Delete И Типа Можно Плюсик Нажимаешь И Схотит Окошко Заполняешь Она Там Добавляется И Вот Этот Компонент Он Такой Я Потратил Ровно Один День Казалось Бы Типа Два Кубика В Одном Плюсик Ставят Другой Надпись Все Я Выделил Я Сел Целый День Ну Может Чуть Меньше Потратил Потому Что Я Посидел Подумал Как Он Будет Выглядеть Пока Написал Как Она Будет Работать Что Можно Его Использовать Без Вот Этого Плюсика Можно Использовать Без Айтемов Только С Плюсиком Можно И то И другое Что Был Всю Логику Пока Написал Пока Нашел Пока Проверил Зато Нажимаешь Все Работает И Как То 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 Поэтому Я Сказал Что Верстка В лендингах Да Там Там Много Времени Будет Тратиться Да И Вообще В принципе Верстка Будет Тратиться Много Времени Потому Что Надо Чтобы Выглядел Всегда Хорошо А Если Еще И Логику Писать Надо То Надо Еще Чтобы Без Багов Желательно Потому Что Процесс Поиска Багов Это Ты Тратишь Время Тестировщика На То Чтоб Он Завел Баг Потом Своё Время Чтоб Поправить Потом Опять Время Тестировщика Проверил Что Поправил Ли Ты И Далее Как Правильно В JS Обратиться К Дум Радиокнопкам Узнать Как Из Нажата Скорее Всего Есть Какие Атрибуты Вот Когда Ты Будешь Event Точка Таргет Да У Есть Там Value Чекет Вот То Скорее Всего Тебе Нужно Повесить Или Да То Есть Проверять На Чекет Или Тебе Нужно Возможно Еще Повесить Обработчик Где-то Сверху Нет Хотя Сверху Не Надо На Чекбоксе Прям Или Создать Им Какие-то Дополнительные Теги Там Через Data Тег Например Что Задать Типа Чекбокс Или Айдиш Ник Дай Чекбокс Это Кстати Нормальная Тема Если Ты Задаш Дополнительный Пропер Чекбокс Типа Имя Или Как раз Таки Айди Но Айди Не Для Стилизации А Для Того Чтобы Найти Его Через Джесс Это Нормально Было Б То По Чеку Например Тебе Приходит Таргет Ты Смотришь Таргет Айди Проверяешь Ого Это Вот А Это Вот Это Ну Что Время Вообще Решает Не Ну Ребят Время Конечно Решает Сремнил Почти Полный Дену Пустому Собесе Рес Ну Не Знаю Я Скоро Буду Поэтому Будем Смотреть Скоро Я Вот Один Провел Собес В Ничего Сложного Было Сейчас Будет Следующий Ребят Для Второго Будем Смотреть Я Буду Проводить Еще Собес На Этот Набор Посмотрю Что Там За Вопрос Вообще Вот Если Лендинг Делать На Elementor Типа Dragon Я Не Знаю Что Такой Elementor Простите Ребят Ну Типа Это Я Так Понимаю Тоже Конструктор Какой То Мы Уже Обсуждали Конструкторы Говорили Что Конструкторы Это Для Тех Кто Делает Лендинг Это Знаете Это Для Тех Кто Хочет Лендинг Но Не Хочет Изучать Программирование Это Типа Одно Разовая Штука Вот В нашем Случае Это Не Наш Случай Будет Набор Джоунов Не Знаю Ребят Не знаю Это Вообще От У меня Зависит Тут Прям Вообще Не Знаю Ребят Вордпресс Мы Не Учим Мы Учим Писать Код Вот Как Мы Не Учим Конструктор Поэтому Тут Наверное Это Тогда Мимо Конструкторы Это То Чем Можно Учиться Без Никто Хочете Помощить Английский Ну Да Наверное Хотя Бо Там Дуа Два Что Ни Такое Вот Что ж Ребят Наверное На Сегодня Все Вроде Немножко Посидели По Асинхронности Еще Поделайте Таск Может Станет Чуть Понятнее Вам Я Сейчас Посмотрю Ваше Расписание Потому Что Мы Скоро Уже Будем Наверное Заканчивать Нулевой Этап Сколько Я Знаю У нас Есть У нас Еще А У нас Еще Две Лекции У нас Еще 17 И 24 Вот Если Будут Какие-то Вопросы Возникают Можете Подходить Вот Потихонечку Get Element By ID Что Используется Лучше Query Селектор Вообще Get Ну Вообще ID Это Не Самый Классный Вариант Хотя Опять Таки Смотри Get Element By ID Очень Удобно Создавать Как раз Для Джесс Если Ты Задаешь ID Элементам То В принципе Get Element By ID Это Удобно Но Как бы Понимаешь Ради Этого Задавать Всем Элементам ID Не Стоит Но Какому-то Конкретному Для Какой-то Жесткой Логики Стоит Взять Дать Ему ID Никогда Этот ID Не Используют Для Стилизации Или Задания Стили Всес Тогда Вообще Будет Нормально Get Element By ID Это В принципе Хороший Вариант Чтобы Какой-то Четкий Один Элемент Достать В GS И Например У Которого У Тебя 8 Элементов В Одном И Том Же С С Стилем Реактив Рут ID Задан Ну Да А Еще Не Только Рут А Нет Только Рут Порталы Создаются Все Кроме Рутов Квари Селектор Не Всегда Срабатывает В Смысле Он Не Всегда Может Он Возвращает Первый Элемент Вот Да То есть Куэри Селектор Рол Тогда И Потом Там Что-то Искать Уже Ну Опять Таки Самый Удобный Вариант Точнее Будет Время Пройти Stage 11 Первого Раза На Что Лучше Обратить Немание Просто Последовательно Проходить Курс Просто Последовательно Проходить Курс Насколько Хватит Это Самый Нормальный Вариант Идешь Идешь И потихоньку Уучишь Смотри Как Работа То есть В какой-то Момент Ты будешь Начнешь Отставать Не можешь Не пытаться Гнаться Да Просто Хотя Бо Потихонечку Вот Там Будет Верстка Сделал Верстку Не успел Там Весь Адаптив Сделать Окей Ладно Пошел Что-то По GS Посмотрел Еще Что-то Какую-то Задачу Сдел Еще То есть Скорее Всего Где-то К концу Второго Этапа Ну Если Остаешь Да Ты Примерно Там Концу Даже Третьего Этапа Ты будешь Где-то В середине Второго Этапа И будет Начинаться Новый Новый Там Нулевой Или Первый А ты Уже Будешь Где-то В середине Второго И Все Опять Стартуешь Первый И пошел Учитывая Приобретенный Опыт Предыдущих Наборов У тебя Уже Будет Знание Ты будешь Чуть быстрее Успевать И вот так Потихонечку Люди За три раза Заходят Иногда Потихоньку С третьего Раза Уже Приходят На первый Этап Там Уже Почти В прошлый Раз Знаете Там Дошли До Третьего Уже Фреймворки Выучили И пошел Просто Готов И потом Рываются 25 Дедлайн Таск Ну По ним Скудное Писание Пошел Хотя В одном Таске Например А это просто Алгоритмически Это короче Игорь Рассказываю Ребят Алгоритмические Задачи Это штуки Которыми Идут Это Наши Сами Там Ребята Из РС Придумывали Задачки Короче Это типа Code Wars Да Ну Суть Та же Что и В Code Wars Типа Написать Алгоритм Чего-то Там Вот Единственное Что Используется Немножко Не так Как в Code Wars Да Вам нужно Написать Код Прям В GS В GitHub Репозиторе С GitHub Поработать GS Файл Написать Немножко Тесты Запустить Посмотреть То есть Вот Если Тесты На Code Wars Запускаются По кнопочке Run Отемп То здесь Через Команду Там Run Тест Вот То есть Тут Это Короче Code Wars Но В Более Не знаю Как сказать Среде Где Уже Ближе К Реальной То есть Когда Вы Работаете Не В Браузере А В GS Файлах Как-то Так Вот Поэтому Просто На стейдж Один Будет Будут Эти Задачи Будет Много И мы Поэтому На нулевом Этапе Оставили Пару Штук Буквально Несложных Чтоб Вы Чуть Чуть Хотя Б Вникли Как Это Устроено Чтобы На первом Стейдж Не Тупить Потом С Этим Как Это Делать А Что Как Это Работает А Тут Я По Третью Этапа Не Знаю Первый Второй Влияет Ли Третий Этап Третий Этап Это Фреймворки Да То есть По Моему Там Немножко Отдельно Вот И Ну Там Уже Не Вскоро Даже Дело Хотя По Моему Переносится По По Моему Если Я Очень Много Баллов Давать И Вот После Третьего Этапа Уже Обычно Прямо Те Кто До Него Дожил На Нем Там Уже Весело Стрим По Основам Алгоритмов Не Был Ребята Его И Не Будет Было Здорово Провести Ребят Ну Я Тут Блин Я Просто Я Мало Че Могу Рассказать Вам Мне Немножко Сложно Потому Что Структура Данных Еще Может Быть Да Но Скорее Всего Тут На Первом Этапе Поро Них Побольше Поговорим Просто Про Алгоритм Я Честно Не знаю Чем Про Них Рассказать Кроме Как Большого ООТ Да И Сложности Алгоритма Как Вычисляется Что И Все Что Есть Алгоритм Ну Это Вот Код Варс Это Наверное Лучшие Ваши Лекции По Алгоритмам Да Будет Сложен Сам Первый Третий Этап Сразу Первый Третий Два Цикла Да ООН В Квадрате Все Верно Все Верно Да Вот Один Цикл Это ОООТ Н Два Цикла Это Нет Подожди Два Цикла Если ОООТ Н Умножить На 2 А Если Цикл Цикле То ОООТ Тент В Квадрате Все Чем Разе Третий Этап Лаба Ипам Ну Смотри Лаба Ипам Третий Этап Это Для тех Кто Не Попал В Лаба Это Уже Считай Что Ты В Ипаме И Ты Ищешь Все Проект Просто Что Ты Не Получаешь Денежку Ты Просто Выполняешь Небольшие Маленькие Задачи Для Ипама Но Проходишь Параллельно Собеседование Уже Проект Ипаме То 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 Третий Этап Для тех Кто Не Попал В Лаба Это Для Сторож Такое Обучение Как Для Всех остальных Вот Поэтому Лучше В Лабу Конечно Всем Вторая Таскан Тестом Курса Поменяет Скор Не Знаю Чем По поводу Открытия Отнимаем Единственное Что Мы Обещали Мы Потом Позже Дадим Две Попытки Еще На Все Тесты Под Конец Что Перепройти Не знаю Наверное Последнюю Неделю Откроем Вам Еще По две Попытки На Тесты Чаэль Слаби Нет Я Не Обучался В Лабе Я Обучался На Стейджи Три И Пошел Потом Работать Не В Епаме Я Вот Только С Августа Да С 1 Августа Того Года Получается Еще Даже Полгода Ее По Мене Работаю До Этого Два Года Работал В Другой Компании Сколько Людей Обычно Берут В Лабу Сто 200 Первых Не Там Зависит От Потребности Это Я Вам Не Скажу Это Наверное Лучше Уточнять Будет На Стейджи Один Дима Воробья Может У него Будет Какая Информация Это HR Сколько Нужно Людей Сколько В Лаб Берут 10 20 Куда Более Продоподобно Когда Я Упускался Был Какой Т Прям Жесткий Спрос По 60 Брали 60 Человек Хотел Набрать 60 Человек Тут Зависит Совершенно От Сезона Ситуации Как Получится Чем Аж Не Просто Курс Это От И Спраш Ну Не То Что От И Пам Они Просто В основном Тут Все Менторы И Прочи Прочи Ребята Работают В И И В Принципе Это Роллинг Скоупс Является Такой Основной Наверное Одной Из Основных Площадок Где И Набирает Себе Новую Новых Молодых Как Специалистов Вот Потому Что В Принципе Да Это Прям Основная Такая Вещь Поэтому Все Спрашивают При Пам На Так В целом Вольно Идти Куда Хотите Искать Работу Параллельно Вам Никто Не Запретит Вот Взращ Новых Разработчик Экономит На HR Да Я бы Не Сказал На HR Никто Экономить Не Будет Это Все Таки Взращивает Новых Разработчиков Для Того Чтобы Потом Сэкономить Себе Же Время На Не На HR А На Обучение Нового Человека Потому Что Люди Которые Пришли Из РС Когда Человек Пришел Из Роллинг У Него Уже Есть Какой-то Портфолио У Него Есть Скор Бал У Него Есть Несколько Опыт Собеседований Есть Какие-то Знания И Это Говорит О Многом Когда В Е Павла Берут На работу Если Человек Закончил РС Да Это Значит Что Он Что Знает Это Значит Что Он Знает Основные Вещи Основным Каким-то Вещам Научили Значит Будет Немного Проще Учить А Когда Человек Приходит Из Ких Других Курсов Не знаю Заплатите 500 Долларов И Через Две Недели Станете Дженером Вот Вот С Ними Сложнее Да Вот Они Приходят А Ничего Сколько У вас ЗП Ой Ну Блин Круботяги Стандартная По Рынку Введите Middle Джейн Введите Middle Джаваскрипт Девелопер Посмотрите Сколько Предлагают Дженеру Вот Примерно Где-то Там Я Когда Уже Стоит Скать Работ После Костейджа Я Б Сказал После Второго Можно Начинать Резюме Рассылать В идеале После Третьего Да То есть С фреймворками Чтоб Что-то Изнать Но После Второго Можно Потому Что Совсем Просто Говорить Что Вот Сейчас Типа Занимаюсь Знаю И Фреймворки Вот Как Раз Сейчас Учу Вот А где Сертификаты Будут Режать Раскула А вам На почту Это Электронный Сертификат Ребят Сертификат Он не Будет Чем-то Вот Он просто Будет Электронный Придет Он Я даже Не знаю Где Мой Я Наверное Потерял 2 500 3 500 ЗП Не Это Вы Наверное Синьеров Смотрите По Джесу Хотя Если Это Медлы То Мне Очень Много Не Доплачивают Денег Не Мои Деньги Пойду Жаловаться Ну Опять Таки Зависит Страны Вы Не Забывайте Потому Что 2 500 3 500 Это Украина 2 500 3 500 Что Это Рассылка По Трудостойству Ипам С ЗП Разбег От 50 До 180 Реально Приложение Работы Или Так Просто Рассылка Не Знаю Ребят Я Рассылки От Ипам Получаю Только На Рабочую Почту И Благополучно Их Не Читаю Поэтому Тут Я Вам Ничем Не Помогу Ребят 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 как могу больше двух картинок показать внутри диаблока два тега имидж положить туда и все так ладно я так понимаю мы иссякли ребят давайте через неделю приходите вот о чем пообщаться придумаем есть что просто на вопрос поотвечаем просто в россии можно найти фронт разработчик стопить можно все можно все только добавить что совмещается работа на полный день вряд ли получится это по поводу чего только принести если не проходил стоишь 0 насколько сложнее стоишь один если не было познаний вообще в джессе будет очень тяжко ну типа он будет интенсивнее быстрее и чем-то сложнее задачи будут сложнее задачи будут больше если динамически сделать тоже 2 тоже 2 конечно те же нужно 2 или динамически менять url вы миджи то есть тебе нужно или два этого имидж и типа положить их рядом один спрятать один показать и динамических атаку двигать или поставить один имидж и менять в нем url но и вызывать рендер вот два варианта вот все ребят всем удачи спасибо большое что пришли нормально посидели два часа с лишним учусь и вот пойду тоже отдыхать увидимся через неделю вам удачи работайте потихонечку учитесь пробуйте там у вас есть задачки джесс 30 как здорово выздоровел потихоньку вот увидимся через недельку приходите если бы желание время настроение буду всем рад вот пока что я ухожу на отдых да всем спасибо как